Нашел! Да, 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 да! Да, гляньте на этого парня! Зацени-ка чистое комодорийское мясо! Ох, черт, я прошу прощения! Прощения за что? Мой отчим учил меня не стесняться того, как я дрочу на футанаре. Посмотри, какие у них огромные пенисы! Это же так возбуждает! Ну ты и fucking slave, конечно! Что же, добро пожаловать! Я не возвращался к этой истории уже на протяжении двух лет. Ну, самое время продолжить наш сериал. Что же, на самом деле, все это время я вообще не планировал снимать данный ролик. Просто по той самой причине, что не хотел. Я не собирался становиться личным хейтером Семеном. Мне это было не особо интересно. Однако, с другой стороны, вступив с ним в конфликт во второй раз, я, по сути, себя подписал на то, что мне постоянно кто-то дописал в личку о его опыте общения с Семеном. И вся эта информация в какой-то степени стала первой побуждающей силой к появлению данного ролика. За все это время у меня накопилось столько информации, что в моей голове в буквальном смысле предстала эталонная гнида. Гнида из палаты Меры Весов, которую можно в буквальном смысле прикладывать к абсолютно любому плохому человеку и определять, насколько же он близок к идеалу. Второй побуждающей силой стал один из моих подписчиков, который успел посраться с Семеном. Посрались они из-за того, что внезапно он был подписан на меня и одновременно на Семена. Какой, сука, ужас! Тем не менее, эта ситуация побудила его поглубже зарыться в информацию о Семене, в его историю, в его отношения с другими людьми и так далее и тому подобное. Поначалу я в буквальном смысле просил его этим перестать заниматься, по той самой причине, что данная деятельность меня раздражала. Я уже собирался просто забыть про этого придурка и больше не вспоминать, но каждый день мне, по сути, написали в мой же личный чат о том, что же сегодня сделал Семен. Тем не менее, делать что-то с этим подписчиком я не собирался, как минимум по той самой причине, что тот же самый Семен в свое время в общении с тем же подписчиком умудрился начать угрожать мне избиением и более того, опять же, продолжал пиздеть и гнать на меня. Я просто решил для себя, что мне, по сути, насрать на то, что в дальнейшем будет происходить с Семеном. Даже если в буквальном смысле вычислят его адрес, мне похуй. Это его проблемы, это его проблемы, то, что каждый раз, каждый сука раз он загоняет себя в такую ситуацию своим ебучим поведением. Однако определенный один вброс в буквальном смысле стал для меня поворотной точкой, когда из просто чувака, который хочет отстраниться от всего этого говна, я превратился, по сути, в его фаната. Но фаната... фаната человека, как любит выражаться сам Семен, являющегося русским Крисом Чаном. Я вам просто продемонстрирую. Однако перед этим я хочу напомнить, какой же перед нами человек. А перед нами человек, у которого длительное время в его личной группе находилось отдельное правило о том, что администрация его группы не приемлет толерастию ни в каком виде, и все там абсолютные гомофобы. Помимо всего прочего, у данного человека в его старых видеороликах в буквальном смысле присутствовало деление на касты фурьёбов. Пишет Инкогнито. Какая разница между фурьём, фурфагом и фурриманом? В которой буквально была каста опущенцев. Фурфаг. Этот вид считается полнейшим быдлом. Они чрезмерно занимаются анонизмом, стимулируя своё возбуждение с помощью эротических картинок. Они вообще не обладают никаким вкусом, ибо они заливают себе на комп арты всех видов и жанров. То есть и хорошие картинки, и самые хреновые. Вплоть до капрофилей и урина фетиша. И теперь внимание, не надорвите животики, как говорится, вдохните поглубже, присядьте. Это был слив с Патреона в свободном доступе в сети. К сожалению, этот арт я не могу показать на Ютубе из-за его содержания. Однако я покажу вам его небольшой фрагмент, чтобы вы просто убедились, что перед вами именно арт данного человека. Ну, вы узнаете его стилистику, безусловно. Если что, можете зайти к нему на страничку ВКонтакте, посмотреть примерно, в каком стиле всё это рисуется, чтобы, ну, понять, что это оно. После чего я буду вам его описывать. Итак, ну, вообще-то это такой небольшой комикс. То есть у нас есть левый кадр, у нас есть правый, который немножко в верхнем правом уголке. Я так понимаю, это продолжение той ситуации, которая происходит на кадре слева. Ну, не манго, естественно. То есть её надо читать слева направо, а не справа налево. Вот, на первом кадре у нас имеется такая, ну, крупненькая, крупноватенькая такая фури-женщина. Я бы сказал, видимо, женщина-кобра. Обнажённая женщина-кобра, как я уже сказал, правда. Лапы у неё какие-то когтистые, типа. Ну, ладно. По-моему, в реальности у кобры вообще нет лап, поэтому не к этому нам придираться. Вот. Сзади неё стоит другая фури-женщина. Я не могу понять, это гривы у них или рога, но у них точно есть такие эльфийские уши. Вот. Судя по последнему кадру, эта женщина не простая, а с таким сюрпризом. В буквальном смысле это футонарь. То есть такая. Притом её сюрприз, он, ну, достаточно огромный, как в поговорке, тюремной поговорке про змею, кусающую в соответствующее место мужчину, и там с вопросом, типа, поможешь ты ему или нет. Вот, ну, прям до колена сюрпризик у неё растёт. Находится на первом кадре она зад неё, и по всей видимости они занимаются страстной любовью друг с другом. Отчего наша кобра-женщина мочи спускается. Под ней, под нашей кобра-женщиной, находятся такие фури-женщины поменьше. Две из которых похожи на огромную нашу футу с таким приличным причиндалом, но, как я могу судить, вроде бы как сами они в футонаре не являются. И между ними, ну, то есть это две такие женщины, фури-женщины. У одной, кстати, хвост с головой змеи, я так понимаю, это отсылка на греческую мифологию, то есть, вероятно, это химера. Вот, этих женщин две, и между ними находится какая-то, я бы не сказал, что это уже фури-женщина, по всей видимости это какое-то просто демоническое существо. Все они, собственно, обнажённые. И крупная тучная кобра-женщина мочи спускается на этих трёх особ. Две из которых с радостью занимаются, так сказать, дринкингом, как мы это узнали, название этого термина из нового видео верто-сексуала. А одна из них занимается любимым уже занятием непосредственно Семёном. Облизывает грязную, волосатую, когтистую, нестриженную лапищу. Сказать, что я заржал, это в буквальном смысле ничего не сказать. Ну, типа, ну вы видите, блядь, ну вы видите, нахуй. Тем не менее, я хочу сразу же сказать, это далеко не самое ужасное, что вы увидите в этом ролике. Я даже скажу больше, это самое невинное, что будет здесь присутствовать. Тем не менее, перед началом ролика я также хочу отметить некоторые моменты. В этом видео ни в коем случае не будут раскрываться какие-то персональные данные. Данный чувак может начать пиздеть о том, что на него накопали какую-то личную инфу, но это не так. Ничего незаконного здесь и вообще в принципе на него никто не искал. Хотя на самом деле, на самом деле это бы не составило никакого труда. Дело в том, что определенное время, несколько лет, по-моему, у Семена был Киви-кошелек для донатов, который в том числе висел в описании под роликом того самого Рейда. Не Shadow Legends, а который мультфильм. И прикол заключается в том, что этот Киви-кошелек был зареган на его реально существующий номер телефона, на который были зарегистрированы все его социальные сети. Слава богу, он додумался убрать этот Киви-кошелек. Правда, через несколько лет после того, как он его разместил. Тем не менее, тем не менее, я даже в случае, если данную информацию будут раскрывать непосредственно Семен где-то, я ни в коем случае это не буду выкладывать. Потому что я считаю это просто неэтично. Так, апдейт. Это я, Немер, из далекого будущего, который сейчас занимается домонтаживанием этого видео, там, доцензуриванием того, что не зацензурил, перепроверкой в последний раз того, что я наговорил в видеоролике. Короче, в чем заключается Рофл? Он нихуя не удалил свой номер телефона из описания. То есть, я нашел несколько видеороликов, в которых его Киви-кошелек, зарегистрированный на его реальный номер телефона, все еще, блядь, указаны. Я на всякий случай, я не буду показывать название этих видеороликов, я не буду показывать... Окей, это снова Немер, но теперь с другого таймлайна. Короче, Семен выпустил новый видеоролик, где прикрепил в описании этот самый Киви-кошелек, привязанный к его реальному номеру телефона. Окей, я не буду его замазывать, если хотите, присылайте ему донаты. Отвечая на вопрос новоприбывших, а кто такой вообще Семен? Семен, это чувак, который в свое время делал озвучки на SCP, когда оно было, собственно, популярным. Более того, на самом деле, для многих увлекающихся данной тематикой, озвучки данного человека стали, по сути, стартом для увлечения. Но, кстати, не для меня. Я познакомился с ним уже после того, как познакомился непосредственно с ресурсом, но об этом позже. На следующий ваш вопрос, а нахуй оно мне сдалось, и чем он может быть вам интересен? Ну, на данный момент данный человек по сути находится в тусовочке Анкл Джо, Мятежника Джека и подобного рода ребят. Вот относительно недавно, например, он присутствовал на стриме Левоборода. Пишите вопросы по команде, иначе мы все это дело потом потеряем. Тогда вот я скажу, ребят задавайте свои вопросы в чат. Это информация, чтобы вас так немножечко подразогреть. Еще раз подчеркну, что в самом начале будет в основном всякая невинная хуйня, которая, ну, сделана тупо для ржеки. Я все-таки все ностальгию делаю, мы тут по таймлайну идем. Самая жесть, самые зашквары начнутся уже под конец. Для вашего удобства в описании сделаю таймкоды. Ну что ж, пристегивайте ремни, мы начинаем наше путешествие по истории, по сути, действительно настоящего первого российского крестчана. И, кстати, там тоже будет момент с внезапной дрочкой по дискорду без согласия самой девушки, с которой он, собственно, созванивался. Я не шучу про крестчана, блять, не шучу, нафиг. Твоя мертвая манка в чердак ко мне пришла. Итак, с чего начинается театр? Да хуй его знает, но наша история начнется с Фурьёбского форума. История моего знакомства и дружбы с Сименом. Однажды утром в мою любимую дождливую погоду я решил прогуляться, подышать свежим воздухом и всякое такое. Но перед этим я сел за компьютер, чтобы проверить почту. И это было в 2006 году. И вот я прекрасно помню, что проверяя почтовый ящик, мне пришло 41 письмо. Я серьезно говорю, я не шучу. Правда, половина из них состояла из тех, которые меня совсем не интересовали, но все же одно письмо привлекло мое внимание. Это было приглашение в некую организацию, которая занималась защитой чего-то там. Но первое предложение звучало о защите окружающей среды. Я, пораскинув мозгами, решил, а ведь действительно наша страна сейчас похожа на помойку, и о природе мало кто заботится. К моему несчастью, организация была от меня не очень далеко, но достаточно, чтобы заставить меня позлиться. Она была во Владивостоке, а я живу, как вы уже догадались, в Артеме. Бедный Артем, блять. Тем более, организация показалась мне жутко интересной. Я привел себя в порядок, почистил зубы, побрился, оделся, сел в машину и махнул до Владика. По дороге я прихватил чипсиков на закусочку и бутылочку моего любимого зеленого чая. Скажу честно, когда дело доходит до зеленого чая, я таю от удовольствия. Проверяя письма со своего мобильника, я все-таки узнал адрес, но приехав туда, я был, откровенно говоря, разочарован, потому что здание, где тусовались фанатики, было либо заброшенным, либо недостроенным. А я думал, что у таких ребят будет все прилично, но я осмелился зайти туда. Аккуратно смотря под ноги, чтобы не споткнуться, пройдя недолго по заброшенным застенкам, я наткнулся на большую группу молодых людей. Они пили пиво и очень-то, и о чем-то мирно беседовали. Второе впечатление у меня оказалось положительным, так как они, как и я, носили кожаные куртки и длинные волосы. Я рад, что это не Эмми и не Панки, а именно группа веселых металистов. И вдруг мужчина с густой бородой и длинным плащом подошел ко мне, а я вовремя показал ему письмо на мобильнике. Он мне представился как Хорус. Если честно, то имя очень знакомое. Я его точно где-то слышал раньше. Тут мне предложили рассказать о себе, из-за чего я очень колебался, но все-таки согласился. И пока я им рассказывал о своих интересах, все меня слушали очень непосредственно, очень внимательно, и никто меня не перебивал. А в конце всего присутствующие выдали мне аплодисменты. Первым же захлопал один из сектантов, который сидел непосредственно передо мной. Меня смутила его внешность именно из-за того, что на его левом глазу была пиратская повязка. Знаю, звучит глупо, но так оно и есть, так как у него большие проблемы с глазом. Когда сектанты вновь начали болтать между собой, этот одноглазый чудик, извини, но такой вид тогда действительно оказался мне странным, не обижайся. Подсел ко мне, и между нами началась очень приятная беседа. Я ему показывал свои художественные работы, а он проявил большую восторженность, что, конечно, меня очень порадовало. Одноглазый представился мне под именем Владислав, и еще он мне рассказал о своих увлечениях, показывая нераскрашенные зарисовки в некоторых альбомах. Такой хорошей фантазии я прежде нигде не видел. Никакой сказать по правде мир фэнтези меня не интересовал, но кроме разве что в Final Fantasy и Властелин колец. С этих пор мы с ним стали друзьями, не раз в ней вода. Он писал короткие рассказы о своем Василиске, а я рисовал локации, персонажей и прочие элементы. Потом я придумал своих персонажей, и мы на этот раз объединили плоды наших воображений, при этом создав очень интересный мир. Я потом как-нибудь ссылочку дам почитать, надеюсь, всем понравится. Правда, я думаю, что Одноглазый страдает раздвоением личности, так как когда он злится, получается совсем другой человек. Когда он добрый, от него идет вежливость, внимание и понимание, прочие хорошие качества. Однако наблюдал я за тем, как он злится. В Новый год, уже к началу 2008 года, мы гуляли по площади, а какие-то парни смеялись над нашей специфичной внешностью, в частности, над моей. Я старался не обращать внимания, но Симон как взбесился, как буйвол, которому двинули по яйцам кувалдой, что набросился на одного из них, и принялся его избивать прямо посреди во Владивостовской площади. Меня и Одноглазого забрали хранители правопорядка, и нас на пару часиков посадили в изолятор временного содержания. Сука, я читаю вот этот комментарий, сука, на форуме, и, сука, он написан лучше, чем фан Симон. Нам, конечно, повезло, что дяди милиционеры оказались добрые и отпустили к десятому часу ночи. Остальной вечер мы провели на этот раз без конфликта. И вот тут пошло безумие, от которого меня тошнит. Некий художник STC рисовал некую размалеванную шлюха-кобру Шанди. Чтоб ее на скорошеватель спустили, как и этого художника от слова «худа», которая скрутила голову своей внешностью. Ну что в ней такого особенного? Змея как змея, только с руками и ногами. Но однако она собрала очень много поклонников, которые на самом деле являются школотой, дрочерами. Бедный одноглазик стал одержим своей безумной мечтой написать об этой тупой шлюхе роман. И тут я подмечу, что Симон решил внести новшество. Он решил написать первую историю о Шанди, написав ее приключения в стиле театральной постановки или даже сценария, похожей на заготовку. Для мультипликационного блокбастера. Мое имха! Мне нравится «Мертвое эхо», но мне не нравится подзаголовок «Легенда о Шанди». Почему, блин, легенда? Это же никакая, получается, не фэнтези, а жанр киберпанк. Где такие слова, как «Легенда» не котируются? А что меня радует еще больше, так это то, что Штайнер остался там на поведении практически без изменений. И в заключении я хочу сказать совсем, всем, кто читает эту статью, не смейте оскорблять. Либо читайте нормальное его творение, которое, кстати, интересное на самом деле, или же просто пройдите мимо без оглядки. Ну да, вы сейчас ухмеляетесь, читаете строки, но вот что бы вы мне не ответили, если бы вы были привязаны к дереву, а я стоял напротив железной трубой, вы ничего не ответите. Вы будете только кричать от страха и в целях спасти свою жизнь говорить, что я прав. Думайте прежде, чем оскорблять. А теперь погодя. Окей, в самом начале своего пути Семен еще не был известным обзорщиком и зачитывающим Крипипаст. Однако, это не значит, что он не вел свой Ютуб-канал. Сколько стоите, девушка? А ты не старова, дедуля? Тебе нужно 10 пенсий, чтобы меня заказать. Пошел вон! А я настаиваю. Я не кусаюсь, у меня 10 тысяч долларов. Давай, у ваш отца. Да, чего можно еще ожидать такой тихой суки, которая все время наблюдает за маленькими зверушками. Да, вот это урод! Ой, посмотрите, что она сделала с Дерпи. Она сделала из нее декоративную накрывалку для тостера. Тем не менее, наш рассказ не будет касаться этой его деятельности, а будет касаться непосредственно его другого хобби, романист. Итак, основные наши персонажи это некий фикрайтер Ренар, который в свое время даже нравился самому Семену. Вот меня бесят, такие как ты. Я скажу, что Ошельник для Лисицы это отличный роман во всех аспектах с интересными персонажами и сюжетом. А Ренар молодец за то, что описал весьма интересный мир, где правит насилие. И тут я натыкаюсь на свое посредственное видео, которое обсирает это фэнтези. Меня это возмущает. Да ты никогда в жизни ничего не сможешь написать лучше. У меня лично к тебе вопрос. Тебе не хуй делать, кроме того, как обсирать чужое творение. Если тебе не нравится этот роман, неужели так сложно просто сказать «мне не нравится»? Ну нет! Вместо того, чтобы просто промолчать, ты решил сделать видео на эту тему и показать, типа, насколько ты крут. Так вот знай, ты и твоя критика, и говна не стоит. Ренар хоть добился славы и уважения, а ты в лучшем случае добьешься только пару лайков на ютубе. Я все сказал. Следующий раз думай, прежде чем вякать. И художник Спотти Зе Читас, блять. Который на тот момент сделал одну из самых гениальнейших вещей, которую только мог сделать человек, а именно нарисовал Побру и подрисовал ей титьки. И неожиданным образом Семен умудрился засимпить этого нарисованного персонажа. Следы этого симпинга, к слову, остаются в интернете до сих пор. К сожалению, в администрации группы Семена вы не найдете, однако его с легкостью можно обнаружить в обсуждениях. Далее происходит немыслимое. Писатель Аренар пишет фанфик по этой самой змейке и неожиданно для Фурия сводит ее к тому, что ее все ебут, что очень сильно не нравится нашему дорогому Семену. В этот самый момент Семен совершает дерзкий поступок, а именно пишет свою версию биографии Сиська-змейки. И на самом деле искать какие-либо недочеты в его произведении это отдельная олимпиада. Что довольно интересно, это то, что из этого древнего фанфика по сути многие моменты в итоге перетекли в его нынешние произведения, в том числе и его принципиальное нежелание понимать концепции видового разнообразия и внезапно незнание женской физиологии вообще-то человека, учившегося в медиа. Добавить эффекты какие-то, где-то приближение, где-то еще что-то, где-то резко, где-то нет, то есть, ну, как-то скомпоновать это все. Пытался, пытался. Ну просто, ты ж смотришь анимешки, ты ж видишь какие там ракурсы, что там было, что не было. Ну, аниме, понимаешь? Я аниме смотрю довольно редко, но метко. Демоны старшей школы. Редко, но метко. Ну вообще, ну, во-первых, ты мне сам это аниме, это... Ну да, потому что у тебя почему-то все, все бабы одной и той же фигуры и комплекции, то есть... Драку, это ты виноват, понял? Это ты виноват, ты ему эту идею дал. Блядь, пиздец, да. Я создал монстра, и теперь он создает монстра. В участке 53 никого непосредственно, кроме двух самих варханийцев, это Крайд и Эйприл, больше, в принципе, зараженных нет. А, скажем так, вот это их фигурец, то есть это просто результат банальных тренировок. Ну, блядь, какой-то такой результат, ты взял? Это результат банальных тренировок. Нет, это так не работает. И потом, ребят, возьмите... Смотри. Погоди, погоди, возьми еще в расчет также, что за 10 лет пропаганды в архиве, они же, ну, блин, здоровый образ жизни, это могли бы как-то пропагандировать? Так ты этого не показываешь в своих этих. А что с генетикой-то у тебя получилось? У тебя, получается, здоровый образ жизни полностью меняет генетику. Вот сколько ты людей знаешь, посмотри на улицу, посходи в зал, там есть люди со здоровой генетикой, но в принципе они особой фигурой не отличаются. А у тебя все под одну копию сделаны, вот как у Майлза, честно тебе скажу. Нет, погоди, еще, еще, также возьми особенности животных. И что, какая разница, если ты их делаешь антропоморфами, какая разница? Тут нет никакой разницы в том, что животные какая разница. А ничего, что некая природная энергия должна как-то бросаться в глаза? А с чего ты это взял? А то, что, если, допустим, кролик будет стройным из-за того, что много бегает, так и буйвол будет довольно широким, поскольку животное само по себе сильное. Нет, ну хорошо, хорошо широкий, но знаешь, как-то телосложение, комплекция, какие-то отдельные вещи, они должны меняться. Ладно, если какое-то строение скелета будет меняться, но в принципе физиология. Что ж получается, если ты антропоморф, то у тебя обязательно должны быть большие сиськи и красивые бедра большие? Или как? Я просто не пойму твоей логики. Ну, блин, у Алисы не очень-то и большие. Ну, потому что она, блядь, маленькая. Алиса, это мышка, которая, да, вот эта вот... Это, которая белка. А, это белка? Нет, слушай, я видел последние кадры, у нее сиськи, блядь, четвертый размер, три с половиной, четыре. Ты че? Которая за яйцы, пацанцы, ухватить. Ну, подумаешь, в одном кадре решили увеличить, с кем не бывает. Ну, блин, ну, получается, вы лор нарушили. Ну, как так? Нет, на нее, в принципе, смотришь, у нее грудь упругая, ну, размер третий минимум. Я же тебе говорю, у тебя там ни у кого нету меньше третьего размера, кроме тех, которых можно приравнять к лолям, к маленьким девочкам. Вот, а так у тебя там все, блядь, грудастые засранки. Грудастые же, опасные. Говоришь, что так тебе не нравится. Нет, не нравится. Ну, на самом деле, когда в большом количестве это постоянно подается, да. Я объясню тебе таким образом, мне не нравится, когда я это вижу везде. Понимаешь? Причем, постоянно в этих ракурсах, вот, ну, ты не показываешь персонажей какую-то вот, какие-то другие позы, кроме этих. Они вечно в нижнем белье и все в ракурсах. Вот моя жопа, вот мое. Собственно, да. Участки 53, но, по сути, перед принятием полиции, то из меня заставляет бегать, тренироваться, и, блядь, то себе бой. Это так не работает, Влад, говорю тебе, как спортсмен. И который видел, как выглядят спортсменки. Так тело, грудь не накачивается. Она становится упружей, она может стать крепче за счет выработки мужского гормона, которого при тренировках, вот этот, тестостерон. Ну, у всех просто разная генетика еще надо понимать. Он ее не увеличивает. Она становится упружей, она становится фигуристей, но она не увеличивается в размерах. Что самое орное в своей биографии, она все равно заканчивает вебкамом. По сути, на самом деле, читая последующие главы, ты понимаешь, что все то, за что Семен ругал того самого фикрайтера, оно все равно присутствует в его, сука, произведении. И, по сути, Семен просто во время написания дрочил на эту змейку. Где-то, наверное, больше половины первой главы посвящено тому, как эта змейка идет в душ. Потом внезапно ей звонят по скайпу, ей снова нужно одеть облегающую футболочку на ее тетяндре. Только пара строчек будет посвящено тому, что она, собственно, вообще-то пилот по своей профессии. И в этих пара строчек она просто нажмет пару кнопочек и пойдет обратно спать в каюту, снимая свои сапожки со своих лапок. Но мы здесь не для того, чтобы смеяться над опусами Семена. В конечном счете, тогда он был молодым и неопытным, и ведь не каждый человек рождается сразу сценаристом выше среднего. Нам больше интересна драма, которая сложилась вокруг всего этого. А драма, по сути, началась с того, что Семена на том форуме не признавали. В отчаянии он стал угрожать расправой в личной переписке Ренаро, после чего его послали. Последней надеждой нашего героя была местная фуридрочерская Вики, где он попытался подправить статью, однако, и там он был не понят, и по всей видимости вся администрация была уже давно куплена, однако, когда от него отвернулись уже все, наш герой не был сломлен, и с этого самого момента начинается новая глава его жизни. Тогда на дворе был 2012 год, был холодный февраль, за окном дул северный ветер, снежные хлопья падали сверху бесконечным каскадом. Я занимался тем, что готовил для обзора очередной мод, который назывался Netherworld Rises. Довольно глобальная фанатская поделка со множеством различных изменений. И вот, как-то раз постучался ко мне в личку один человек. Его звали Влад. Он пригласил меня на озвучку первой части полнометражки аниме Берсерка. Дескать, нормальной озвучки нет в сети, почему бы не своять самим. Он тогда набирал маленькую группу, в основном из своих знакомых, и я согласился ради интереса. Все-таки аниме Берсерк я очень любил и лишний раз попробовать себя в чем-то еще тоже давало определенный опыт, согласитесь. С этого и завертелось наше с ним знакомство. Обо мне Влад узнал, посмотрев один из видосов на моды. По-моему, это был обзор на мод Эстер Сан и после этого стал моим фанатом. Озвучку в итоге мы так и не сделали, кстати, ибо потом вышел дубляж и смысла что-либо ваять не было. Но общение с ним продолжалось. Я помогал ему с программами, советовал как нужно правильно делать видосы, настраивать микрофон и на что обращать внимание. Оценка 0 с 10. Хорошие рисунки змейки в прошедшем времени не считаются. Вот дай-ка угадаю, это таинственный лис Рейнар? Да-да, он в этой биографии решил сделать себя спасителем и типа любовником змейки. При одной только мысли об их якобы союзе начинает меня тошнить. Вот как такая молодая красивая змейка вообще может встречаться с этим рыжим страшным чмом. Кошмар. Про этого лиса хоть и написано немного, но мне уже страшно, хочется его удавить. У нас будет такая возможность когда мы будем в Москве. Кстати, мне разрешат взять с собой тонфу. Ходит дурачок по лесу ищет дурачок вглубь и себе. Итак, прошлый период жизни Семена я оставил не только для Ржейки. Несмотря на то, что он не так хорошо задокументирован, о нем практически не осталось никаких переписок, а непосредственно тот самый фурьёбский форум теперь уже мертв из-за того, что у его создателей нет денег на его хост, определенную выжимку типичного поведения Семена мы могли получить уже из него. Впоследствии тот самый конфликт можно просто брать и прикладывать ко всем остальным и наблюдать за тем, как этот человек практически никак не меняется на протяжении всей своей жизни. Данный же период жизни Семёна задокументирован напротив очень хорошо. И одна из причин этому заключается в том, что Семён не тупой. И погоди, погоди, я пытаюсь вам только было и было, хватит. Ну как это было и было? Ну если ты урок не извлёк из этого, блядь, у тебя постоянно к этой хуйни отворится. А какой я урок должен был по сути извлечь? Какой? Всё понятно, блядь? Всё, короче. Всё, я тоже поступил не пошел. Мы тебя поняли, всё, хорошо. Мы закрываем эту гавочку, мы закрываем эту тему. Ты нихера не хорошо. Я всё понял по себе. Окей, всё, давай. Всё понятно. со знакомства с видеообзорщиком на моды на Дьяволу, собственно Дракулой. Забегая вперёд, знакомство это было непростое, а в буквальном смысле перетекающее в дружбу или даже какое-то обожание. Семён даже в определённый момент сделал себе футболку с изображением персонажа собственно того самого Дракулы. Эта информация нам понадобится для контекста, но тогда эта группа по сути создавалась для создания озвучек на те или иные иностранные произведения. Правда, в определённый момент вся эта затея наебнулась. Думаю, многие из вас сейчас чешут реп в глубоких раздумьях и спрашивают, куда на это разделились все эпизоды образца номер 9? Я не хочу вас огорчать, но получилось так, что фирма на Рейд напрочь лишила нас прав на озвучивание их контента. Всё произошло неожиданно и спонтанно. И дело было такое. Однако, по сути, именно в тот самый момент и появился Семён, которого мы знаем. Наверняка тоже не замечали, что когда я разговариваю, допустим, когда без сценария вообще ничего, то обязательно каждый раз в конце предложения обязательно такой вот маленький-маленький смешочек стоит. Наверняка... У тебя так было с SCP, я помню. Ты же тогда читал текст, даже не ознакомливаясь с ним, ты просто брал в хардкор и сразу зачитывал, записывал и потом уже монтировал. Потому что там и оговаривался, и писал потом, что типа оговорился, всё такое. Ну, было у тебя такое, помню, да? Не совсем с SCP, это, например, было с моим последним интервью. Вон, Однако пока контент по SCP и откровения нам будут не так интересны. Нам интересны драмы. И внезапно самая первая из дик случилась ещё до возникновения группы Легион, а именно в чатике, где одна из художниц решила нарисовать персонажа Семёна, на что он заистерил и большая часть чатика назвала его мудаком и, собственно, повыходила. Так, по сути, случился первый развал Легиона. Но потом у него всё продолжилось, он всё равно нашёл двух новых художниц. Правда, внезапно ни одна из них с ним не дошла до сегодняшних дней, потому что он и с ними всеми разосрался. Однако, в этом периоде рассказ будет только про одну собственно художница Алекса, с которой поначалу он пытался даже флиртовать. Посрались они с ней, по сути, из-за того, что Алекса решила изучить программу Аниме Студио, сделать для Семёна такую анимацию сюрприз на Новый Год, чтобы, собственно, сказать, что ура, теперь мы можем делать анимации. Правда, когда Семён узнал, что для него делается сюрприз, он начал истерить. Истерить начал настолько, что девушка, по сути, охуела и вышла. У этой ситуации, правда, имеется два глубинных дна, и первая из них это вторая художница Мими Фокс, которая в тот момент влилась в их компанию и, по сути, Семён с Алекса переключился на неё. У непосредственно Дракулы есть подозрение, что, по сути, этот конфликт был надуман именно по этой причине, что, типа, ему надо было отшить девушку. Однако, у этой ситуации есть и второе дно, и заключается оно в том, что она в точь-в точь повторится, но через несколько лет, зато более эпично. Однако, те дни нас ещё не интересуют, и нас интересует непосредственно этот промежуток. Охуевший от поведения тогда ещё его друга Дракула раскрыл Семёну весь секрет, что для него готовилась анимация и последующий сюрприз, что, ура, теперь мы можем делать мультики, с чего Семён, по сути, расплакался и стал умолять, чтобы его кто-то научил пользоваться этой программой, иначе он выпилит всё своё творчество. Забегая вперёд, Семён всё ещё не освоил костную анимацию в Анима Студио. У меня просто вот ещё вопрос по монтажу. В плане вот анимации ты ничего не мог сделать? Вот точно как-то какие-то всё-таки взрывы, кадры, это же всё есть на зелёном фоне, можно было бы хотя бы скачать, попробовать. Там, пули те же, как летят. так, смотри, у меня на это дело как бы есть уже появился незадолго после выхода этот специалист по спецэффектам, да, так что, говорит, мол, его услуги, дескать, в моём распоряжении, но по сути сам, то, что вот я реально, я пытался освоить вот эти вот всякие авторы эффекты, но в руки вообще не давались, блин, я пытался читать гайды, как ими пользовался, но, блин, я тупо просто не мог понять. Возьмите стандартную анимацию просто, аниме-студию, кстати, вспомни. Не, вот, знаешь, вот тут, вот тут, просто я очень много раз видел, насколько вот эти вот проги могут оказаться косячными, то есть, ты во время монтажа, допустим, можешь угледить то, в принципе, всё нормально, по финальному зарешению всегда происходит какая-то еботня. Если, конечно, про то видео, пробуем анимацию, в принципе, там можно плавные вставки между кадрами вставлять и так далее, или попробовать полноценный аниматик, но это уже будет куда дороже. Ну, блин, полноценный аниматик, смотри, вот взять ту же аниме студию, там просто отрисовываешь персонажа, просто по частям склеиваешь их там по скелету и всё, и заебись, и мимику тоже можно там настроить. Уже просто работы как бы сделано. Либо покадрово, конечно. Ну, покадрово, конечно, будет дешевле, но, скажем так, малость мудрнее. И для меня это является довольно забавным фактом, потому что примерно в те же дни, я, будучи пиздюком, я напомню, 96-го года рождения, Семён, по-моему, 92-го, можете посчитать по датам, сколько нам примерно тогда было годиков, и я в те дни вполне себе осваивал макромедию, блядь, флэш, и мои сверстники спокойно осваивали макромедию флэш и аниме-студио. Я при этом, да, я являюсь хуёвым художником, но более-менее какие-то основы, как что-то пора анимировать, я тогда вполне себе знал. Большой лоб Семён не освоил это до сих пор. Но не эта информация, скорее всего, вам интересна, нет, вам интересна моя плавненькая подводочка через всю эту ситуацию к нацизму. Денис Азаринский, когда пришла вам в голову идея с Роффом про Рейх? Не, я так понимаю, это больше вопрос был про твой известный образ из старых роликов, за который тебя до сих пор определяют, что ты фашист. А, блин. Ребята, давайте вот сейчас всё на местах расставим. Когда-то давным-давно я действительно поддерживал право идеи, это так. Но это были в те достославные времена, когда я был ещё полным, молодым максималистом и, скажем так, немного не котировал, что есть хорошо, а что есть плохо. Ребята, будьте бдительны, да, начнутся обвинения в нацизме, вот, вы знаете, что делать. Вот. Многие нюфаги знают об этой ситуации именно как Рофля, потому что Семён, по сути, много раз это и называл таким траллингом. Однако, знающие алды помнят, что это нихуя не троллинг. Вся эта херня на протяжении огромного количества лет упоминалась в переписках с его друзьями на полном серьёзе. На полном серьёзе он собирался пропагандировать нацизм среди подрастающего поколения. Тогда он переводил немецкие гимны. А знаете, что это была за мечта стоимостью 60 тысяч рублей форма СС? Но весь рофл ситуации заключается не в этом, а в том, что на тот момент большая часть его подписчиков были внезапно накрученными ботами. И накрученными ботами они были по причине того, что Семён по какой-то из своих шизоидей стремился обогнать по количеству подписчиков другого обзорщика SCP Zimphi. Тогда, расстроившись, что никто не придёт на его фан-встречу, он решил запрячь всю свою команду в наёмный труд. Наемный труд делать кому-либо за ставки для видео за деньги, которые все безусловно шли бы непосредственно в карман Семёну на эту самую форму СС. С чем по удивительно непонятной причине никто не согласился. Так Семён и не получил себе желанную форму СС. На этом его нацистские чаяния не заканчивались и по сути у него была целая группа во Вконтакте, где он периодически писал посты с оправданием военных преступлений немцев. К сожалению, та группа теперь удалена и ничего из этого не сохранилось, но почти ничего. Одно видео всё-таки имеется, где он оправдывает военные преступления немцев военными преступлениями японцев, что они по шкале военных преступлений на специальной линеечке шлёпы гораздо более жестокие. Пожалуй, один из самых ярких примеров безжалостности фрицев Хатый. Это маленькая деревушка, находящаяся на территории Белоруссии. Карательная зондеркоманда под руководством Константина Смолского, Григория Васюры, Василия Мелешко и Эриха Кёрнера вошла в деревню, где обычные сельские жители ничего не подозревали об опасности. Долго не церемонии с крестьянами, палачи проводили расстрелы, а некоторых вовсе сожгли заживо, загнав в бомбар. А некоторые тупорылые обезьяны утверждают, якобы в Хатыни были убиты десятки тысяч людей. А теперь слушайте меня внимательно, долбоёбы, и уясните раз и навсегда. В Хатыни проживало 152 человека, 149, в этом же числе было 75 детей, были расстреляны или сожжены. Выжило всего несколько человек, один из которых был Иосиф Каминский. Будучи раненым страшными ожогами, он очнулся ночью на станках сгоревших односельчан, среди которых он нашёл своего мертвого сына. Бедный отец взял сынишку на руки и долго скорбил о потере. Какова же была причина нападения на безобидную деревню? Ну я знаю несколько вариантов, но скажу всего один. 118-й полицейский батальон после нападения отряда народных мстителей атаковал деревню, где вместо отходов в лес по неизвестной причине решили закрепиться партизаны. В результате штурма было убито 30 партизан и некоторое число мирных жителей. Ещё около 20 человек были захвачены в плен. Саму же деревню с оставшимися жителями после боя по приказу обергруппенфюрера Курта фон Готберга было сожжено особым батальоном СС под командованием Дирлемангера. Короче, партизаны настолько позаебали фрисов, что те в приступе ярости решили просто отыграться на мирных жителях. Но скажите-ка мне, разве немцы были самой жестокой и бессердечной нацией? Я так не думаю. Да, немцы замучили много людей. В основном применяя огонь, расстрелила газ, избиение до смерти, ну и на худой конец морили голодом. Самая крайняя жестокость была связана с немецким врачом Йозефом Энгеле, когда он ставил эксперименты над людьми. Однако, если не третий рейх был жестоким, то кто? Что вы думаете? Я, блядь, серьёзен как никогда. Япония, империя восходящего солнца была самой жестокой и самой бессердечной страной за всю историю Второй мировой войны. Как-никак, империя была союзником Германии. И давайте теперь быстро посмотрим государственные строи вражеских стран. Германия, лидер Адольф Гитлер, государственный строй национал-социализм. Италия, лидер Бенита Муссолини, государственный строй фашизм. Япония, лидер император Хирохита, государственный строй монархический милитаризм. Как так получилось, что из всех вышеперечисленных самые жестокые нации оказались наши восточные соседи. В декабре 1937 года, а Вторая мировая официально очень жестоко через два года, была еще Вторая Японо-Китайская война. Один из самых ярких примеров был город Нанкин. Императорские солдаты Квантутской армии зверски убили 500 тысяч человек. 111 тысяч были убиты особенно жестоко. И что самое главное, японцы не сделали ни одного выстрела в сторону гражданских. Людей убивали особым образом. Отрезали головы, закалывали штыками, сжигали, закапывали в землю шевьем, у женщин спаривали в животы и потрошили их как рыбу, выворачивая внутренность наружу и даже убивали всех детей подряд. Кроме всего этого, японские солдаты насиловали молодых девушек, маленьких девочек и даже пожилых женщин. Вот нацисты такое вы делали? Да никогда. Не, немцы, конечно, насиловали молодых девушек, но до детей и старушек у них никогда не доходило. Я надеюсь, что хоть как-то смог открыть глаза тупорылым подсариотом, что Япония была самой жестокой страной. Да даже если они толком не посмотрели полностью это видео и явно ничего в нем не поняли, задницу потереть, и это будет правильно. И сейчас же я обращаюсь к подсариотам. Вот теперь попробуйте побездить не насчет жестокости во второй мировой. Ведь самой безжалостной страной оказалась именно та, которая в данное время производит аниме просто пачками. Довольно забавная деталь, но у Семена был такой персонаж, Капитан Рейх, который, очевидно, является пародией на Капитана Америку. Является пародией, да и непростой пародией, потому что, по сути, он выражал мнение самого Семена на ряд ситуаций. И снова всем дихай, мой юный кумаратен. Их впечатлениями, а также выслушать от меня немного правды. Знаете, я не так давно начал смотреть ваше местное телевидение и весьма удивлен теми людьми, которые сейчас бушуют в Западной Украине. Знаете, когда мы с вами русскими воевали, мы салоедов держали за лохов, как их крысу Степана Бандеру, который на нашем счету был всего лишь марионеткой, от которого мы в дальнейшем собирались избавляться. Но я хочу сказать, что вся эта потасока в Майдане просто бессмыслица. Салоеды прикидываются нацистами, но при этом сами не знают сути нашей правоидеологии. Рассмотрим их цель. То есть, Украина хочет каким-то радикальным способом вступить в Евросоюз? А вы знаете, какие законы у Европы? Между прочим, там правит полная толерантность, узаконенная однополные браки, чтобы они в печах горели, узаконенная педофилия, зоофилия, геронтофилия и легализация легких и средних наркотиков. И множество других антиморальных вещей, пропагандисты, которые просто обязаны гнить в наших лагерях. А хохлы прикидываются фашистами или нацистами, но эти идеологии в основном пропагандируют дискриминацию ко всем секс-меньшествам и здоровый образ жизни. Знаете, салоеды весьма в бездарной манере сами себе противоречат, так что у нас в истинных правах последователей с этими уродами нет ничего общего. Бандеровцы это просто тупые клоуны, которые даже не знают цели самого нацизма. Поэтому я попрошу на нас все не сваливать. Задумайтесь, я вам сказал все именно по логике, а дальше думайте сами. Спасибо всем за просмотр. Семен, кстати, Семен, ты не думаешь поехать уже на Украину? Типа, вроде бы как война уже началась, все дела. Или что? Или когда движ весь начался уже, все желание прошло, или как? Кстати, касательно упомянутой им судимости. История это поистине темная лошадка в том плане, что на самом деле если поизучать его переписки, то можно понять, что никто не ебет какая, блядь, у него была судимость. Но лды о ней помнят. Я как лд помню, его запись на стене, где он вкратце описывал, как кто-то на машине на него наехал, он этого кого-то избил прямо на улице, его повязали, и, собственно, вроде бы как поэтому он что-то там получил. Это, что помню непосредственно я, но, к сожалению, группа удалена, поэтому освежить какие-то свои воспоминания я не могу, как и предоставить это в качестве пруфа. Тем не менее, определенные моменты касательно призрачного убийства, да, по некоторым утверждениям это было все-таки убийство, имеются. В видеоролике одного из его бывших товарищей, с которым он успел посраться, упоминается убийство его одногруппника. Притом, по заявлениям Семена, это было второе убийство. По описаниям самого Семена, это было не просто убийство, а пытки. Притом, пытки, от которых он испытывал некоторое больное удовольствие. Правда, как вы сами понимаете, проверить достоверность этой информации несколько сложновато, потому что нет ни документов, ни все дела, да и на самом деле, для тех, кто не в курсе, имя Семена на странице не его настоящее. То есть, как бы, я, скажем так, я знаю его настоящее имя, но говорить я его вам не буду. Знаю я его настоящее имя примерно таким же образом, как знаю его номер телефона. Семен очень умный человек. В общем, в другой переписке он говорит о убийстве по неосторожности во время самообороны, и что за него он отсидел три месяца и был отпущен за хорошее поведение. Я, честно, не понимаю, каким образом это может произойти в плане того, что отсидеть, сука, за убийство три месяца. Может быть, какой-то юрист в комментариях мне сейчас пояснит вообще возможно, но что-то мне кажется, что это лютый какой-то пиздеж. Лютый, несостыковывающийся это пиздеж еще и в том плане, что из прошлой переписки вы можете помнить, что да, вроде бы как у него было два убийства, то есть чисто гипотетически оба этих случая могут быть легитимными, но при этом отсидел он только заодно. То есть как бы либо он сидел два раза, либо какое-то из описаний этих убийств пиздеж. Опять же возникают вопросы к описанию последнего убийства, из-за чего возможно может появиться мысль о том, что и это пиздеж, а сидел ли он вообще, блядь, а убивал ли он, хуй его знает, блядь, серьезно. Но, ладно, предлагаю отмотать нашу деятельность Легиона до того самого ключевого момента, когда Легион развалился. Вообще, уже из ретроспективы вы могли понять, что развал какого-то объединения Семена это закономерное явление, и в любом бы случае Семен что-нибудь бы спизданул, что-нибудь бы сделал, и посрался бы со всеми своими друзьями. Это происходило в прошлом, это происходит сейчас на таймлайне, это будет происходить еще в будущем, и даже относительно нашего времени, скорее всего, Семен разосрется со всеми своими знакомыми. Однако, в данном случае, все-таки нужна какая-то стартовая точка, и в нашем случае стартовой точкой становится одно видео. Мы с моей девушкой Марией в данное время трудимся над видео в гостях у Семинского вся правда Зигнати Фредди. Знаете, на подобного рода видео уходит очень много времени и сил. Это самое видео также анонсировалось и в группе ВКонтакте, которая сейчас удалена. Ультимативный разъеб Зигмунда Фрейда по полочкам. Сейчас-то в ретроспективе я, конечно же, понимаю, что единственное, что может Семен разъебать это свой анус, но тогда я был ебучим школьником, нихуя не понимал, я даже не понимал на самом деле кто-то такой Зигмунд Фрейд. Мне было просто интересно, типа, ну, разъеб, блядь, блядь, я готов контент. Сейчас-то это звучит довольно смешно, особенно учитывая то, что этот чувак был тогда и остается как бы фанатом Лавея, и как бы если вы немножечко шарите, то вы понимаете, что это пересекающиеся штуки, но для Семена и Гегель был либертарианцем, так что и, собственно, это видео, оно вышло. Добрый вечер, дамы и господа, и добро пожаловать на новое ток-шоу в гостях у Семенского. Аплодисмент, аплодисменты, гамарады. В данном ток-шоу мы раскроем всю правду, дорогие зрители, но докопаться до истины нам будет помогать очень строгая жюри. Поприветствуем же их! Первый член жюри великий магистр, элегантный мужчина и основатель церкви сатаны Антон Лавей! Я надеюсь, что сегодняшний вечер будет столь же захватывающим зрелищем, как поджог католической церкви. Второй член жюри писатель, философ, актер и лучший стендапер, который одним предложением, что содержит безупречную логику, мог бы развалить правительство США и перевернуть церковь вверх в дно. Поприветствуем Джорджа Кэрлина! Закопаем неудачников, друзья! Последний член жюри человек, который мог вытащить свою страну из безработицы и инфляции. Человек, под руководством которого были созданы невиданные на то время ГОМОСЕКСУАЛИЗМ ГОМОСЕКСУАЛИСТ ГЕЕЕВ ГОМОСЕКСУАЛИСТ ГОМОСЕКСУАЛИСТ ПИДИКОВ ГОМОСЕКСУАЛИЗМ ВЫЛОТ ОДНЫЙ НЕКРОФИЛ И в голове души вам хочется отъебать труп. Да, мой дорогой друг, весь разъеб был буквально про больную тему Семена, о которой мы еще поговорим в будущем. Но нетрудно догадаться, что мало кому этот ролик понравился при такой-то рекламе. Далее было мое вступление, то есть я написал комментарий, осторожный такой комментарий о том, что чувак, ну типа, ну не этого все ожидали, ты мог лучше. Мой комментарий был пролайкан, а потом удален. Семен этот комментарий удалил и выписал из него только те тейки, которые ему удобно, выставив меня таким лютым хейтером и написав, что из-за таких людей больше роликов-то не будет. Опять же, глядя в некоторую ретроспективу, глядя на некоторые его предыдущие подписки, на самом деле это в буквальном смысле его стандартная стратегия. На этом на всем действие не закончилось и он пошел ко мне в личку с требованиями извинений. Я напомню, что я тогда был просто ебучим школьником и не особо догонял вообще за много что не догонял, скажем так. Тем не менее, помимо всего прочего, Семен стал мне расписывать свои идеи о том, что он хочет создать свою версию Реструкта, чтобы его подписчики в буквальном смысле становились его цепными псами, начинали избивать и снимать на видео, как они кого-то избивают. Собственно, избивать людей, на которых он покажет. Всех остальных подписчиков называл говном. В общем, там довольно интересные материалы, люди, которые просили у меня нашу с ним полную переписку, то есть полный наш ЛС, они все это уже видели. Опять же, понятное дело, что этот человек бы ничего подобного не реализовал, он слишком тупой для хоть какой-либо организации, но формируется, согласитесь, такая картина довольно неприятного человека. Параллельно со мной, с тем же самым, он писал и людям, с которыми тогда работал, и плюс написал пост у себя в группе, собственно, заявлением о том, что теперь о Семене можно говорить только как о мертвом, в смысле, либо хорошо, либо никак. Вся эта тема доходила до Дракулы, напомню, человеке, который, собственно, и сделал ему эту самую группу. С Семеном он тогда связался, и вся эта информация была ему подтверждена лично самим Семеном, после чего Дракула просто послал его нахуй. В этот самый момент Семен, уже оскорбленный, начинает пиздеть на этого самого Дракулу. В своей обычной манере о том, что все Ниталерасты, Гамосеки, и так далее, и тому подобное, какой-либо новой пластинки у него никогда не появлялось. В мире существует только одно бедствие, словно говоря. Что, собственно, опять же доходит до самого Дракула, и, понятное дело, ему эта херня не нравится. Ну, если бы, допустим, он тогда бы группу не заблокировал, и я бы не стал делать вот эти попытки прелюдоотбиваться. Если бы ты не начал подговаривать Камакина против меня всякую хуйню писать, я бы, может, еще не обозлился бы на это. А ты начал, мне Камакин переписку скинул, блядь, я сказал, ну нахуй, короче. Вот и все. Дружочек. Вот, погоди. Что-то я внезапно передумал. В итоге Дракула возвращается в группу, удаляет из админки Семена, так как у него выше права администратора. Как я уже говорил, Семен это самый гениальный человек на свете. Ну что ж, всем привет, дорогие подписчики и участники группы Легион. С вами Дракула. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, уже успели заметить небольшой постик, который был размещен недавно в группе. Знаю, что у многих из вас сейчас волосы стали дыбом, особенно если вы добрались до архива с переписками прикрепленного к посту. Там-то, наверное, у всех крышу сорвало от того, что вы увидели. Но тем не менее, как бы, я лично тоже был в шоке, я был удивлен, когда мне в руки попали все вот эти переписки. Собственно, все с этого и началось, что я узнал обо всей этой херне и как-то тоже вначале не поверил, думал, что ну, может, это какой-то поклеп, в конце концов, врагов там у Владика хватает, мало ли что. Но переписки были скинуты участниками Легиона, собственно, которые уже довольно давно в нем сидят. И тем не менее, хотелось все это проверить, узнать вообще, что, как, почему. Что я, в принципе, сделал. Созвонился в пятницу с Владом, пообщался, и оказалось, что все вот это реальная правда. То есть, изначально эта группа создавалась как агрессивное сообщество, секта, которые там потом люди будут ходить по улицам, избивать всяких геев, художников, всяких толерастов и прочее. Потом снимать это еще и на камеру, выкладывать в нет, дескать, во славу нашего Владика. И да, это реально была жесть. Как он сказал, пришло время преобразования, отсеем шлак, оставим мы только вот таких вот бездумных людей, которые будут ради него там что-то делать. Я считаю, что это полный трендец. Я сразу сказал, что я в этом участвовать не буду, я не стану поддерживать подобное дерьмо. И, собственно, после этого решил уйти. Естественно, Владик заклеймил меня предателем, сказал, что я, видите ли, ополчился на него из-за ролика по Фрейду, что я вот такая сволочь и чистоплюй. Хотя на самом деле мне вот просто не понравилась вот эта вот вся херня с сектой и отношением к людям. То есть, если вы прочитаете переписки, там сказано, что, в принципе, вас он не ценит, для него вы просто шлак, говно, и, в принципе, он делает ролики ради денег. То есть, если раньше все было ради чисто людей, то сейчас вы для него как заработок. Якобы у него много подписчиков и все остальное. Хотя, знаете, если честно, то половина всех этих подписчиков это чистая накрутка. Он мне об этом, во-первых, говорил сам, во-вторых, я, в принципе, знаю людей, которые этой самой накруткой и занимались, поэтому при желании вы можете списаться со мной, списаться с ними и все об этом узнать. Собственно, да, после этого группа Легион была удалена, многие из Легиона поуходили. Началось воняние говн, во время которых Семен сначала назывался предателями, потом говорил, что все это был его план, такой ход гения, ему хотелось острых ощущений, кого-то предать, все дела, а потом в определенный момент он просто опрадовался тем, что он алкоголик. Здесь присутствует довольно забавный факт, в других своих переписках в том числе он признается в том, что он как бы наркоша, как минимум он сидел на морфии, этим самым морфием он оправдывает например тот срач этим самым морфием, в некоторых переписках он оправдывает этот свой срач с легионом, довольно интересный факт. Глупый мотылек Догорал на свечке Жаркий уголек Дымные колечки Звездочка упала В лужу крыльца Отряд не заметил потери бойца В этом пункте я вкратце расскажу просто об итогах прошлого раздела. Собственно на вопрос что было дальше научился ли Семен хоть чему-то нет. Нет, я конечно мог бы процессировать рашбле. О чем не думать? Пусть скай лошадь думает, у него голова большая. Ну да, типичная речь того, кто думать не хочет. В буквальном смысле постепенно не сразу но Семен разосрался со всеми теми кто когда-то был с ним еще в том самом старом легионе. То есть в буквальном смысле не существует такого человека который шел бы с Семеном вместе на протяжении всего этого времени. Его уже бывшая девушка от него ушла потому что он ее заебал. В определенный момент он попытался с ней восстановить связь заодно пересылая эту переписку всяким рандомом с которыми он знаком несколько месяцев где тем не менее она упоминает тот приколдес с Симпсонами который я думал ну помните из прошлого ролика когда я показал что у него была судя по его посту истерика из-за того что его девушка смотрит Симпсонов оказывается это был нихуя не приколдес это действительно был такой скандал который в определенный момент скажем так ее тоже довел как и все остальные судя по всему скандалы и отношения к ней в определенный момент она просто заманалась и ушла от него не без приколов у Симена еще была одна знакомая летсплейщица которую некоторые фанаты магико могут собственно знать он успел разосраться и с ней и это тот момент это в буквальном смысле тот момент о котором я сука говорил в начале он умудрился при ней дрочить в скайпе на фуре порно не предупредив ее блять зачем зачем я это знаю теперь мрази мне просто похуй я дрочу где захочу мне просто похуй я дрочу где захочу так так же он собственно разосрался и с художницей которая тоже была с ним в легионе которая потом впоследствии рисовала ему концепт арты для его нового мультфильма который он сейчас выпускает собственно он ее просто заебал информация о том дрочил ли он при ней в скайпе у меня к сожалению нет по сути единственный человек из того времени с которым он сейчас кое-как поддерживает связь это собственно Дракула в какой-то момент кстати он все-таки добрался до меня считая корнем всех его бед и требовал чтоб я немедленно вышел в скайп и наконец-то пояснил ему за все про все что я и сделал на следующий день правда диалог с ним оказался не таким как я себе представлял здорово товарищ дорогой ну че ты там видеть меня хотел вот он я ты бы хоть предупредил прежде чем звонить нет дорогой друг хотел видеть вот он я чего ты хотел вот пожалуйста перед тобой сижу считай блять проснулся утром сижу понимаешь в одних трусах блять че хотел то давай спикуй рассказывай мне события первым делом успокойся не 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 давай давай ты мне тут в личку пишешь одно а тут давай успокойся давай порешаем по братски давай мне вот говорить что ты хотел вот давай вот он я че ха давай ну начнем давай я жду ну давай как бы с чего начнем то но самое главное он все-таки признался в том что был виноват все-таки и сегодня я еще пока не готов извиниться надежды на возобновление чувак никакого возобновления просто искренне измениться но сегодня я извини не готов я тебя поцелую потом если захочешь я же в свою очередь сказал что дружить с ним все равно больше не намерен и все остается как есть а он в ответ просто попросил вытащить его хотя бы из бан листа чтобы хоть иногда переписываться также информации дорочил ли он при нем скайпе у меня нет но будьте осторожны если он когда-нибудь захочет выйти с вами в скайп просите всегда положить его руки на стол никогда не знаю это иногда переписываться продолжается до сих пор где он рождает некоторую базу в общем то на данный момент семён находится в обычном своем цикле заводит с кем-то знакомства а потом жестко с ними ругается как был балабал он так и остался прости уж твои были попытки меня запугать это была такая смешная сцена что и моим родственникам я просто стал хитрее да и ляпаешь в личных подписках все по правде говоря даже не пытался да ну нихера да вот это вот это то что не писал что ты мне за этот самый подарочек пришли чтобы я все это с ментовку для тебя вы уже начали искать потому что это уголовка ты покушаешься на мою жизнь понимаешь ты покушался на жизнь моих родственников для чувак это уголовка ты же у тебя же родственники прокуратуре работают и не с не понимаешь это то что ты несешь тянет на уголовку ты угрожаешь жизни другого человека шутка хотел запугать не хотел запугать это уже следователь будет разбираться понимаешь ну и пусть разбирается пусть разбирается по хуй действительно я чем мы пришли я тебя я тебя обосную я тебя обосную почему я так сказал это что-то вроде было самозащиты скажем так на твои высказывания головой надо думать самозащита я на тебя даже не нападал я никому из твоих родственников не угрожал ребят 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 ну вам же тоже нужно думать головой когда такому человеку как я пишите и в принципе не надо меня бояться или порчить как обычно школьники пишут в интернете вот это вот хуйня мамку там кивал не пытался он запугать да это была самая настоящая попытка понимаешь конечно бы до сих пор срались я мог и где-то богателем но если бы ты мне написал ты бы от меня подобно вот тогда я не услышал я же но я же это услышал ты же опять ляпнул не подумав ты решил меня запугать у тебя не получилось ты это понял поэтому ты от меня отлыбался и все эти просто давать иди нахер я тебя не боюсь и все как бы не прокатило не фортанул ты не на то не фортанул а ребят не горячо не холодно чуть-чуть как обычно мы поняли уже это все можно объяснить просто опять ты хотел случае вот тебе случай пожалуйста свежий у меня все эти переписки остались еще у меня еще почту не почище я для тебя специально папочка даже супер со всем этим дерьмом что если вдруг какая-нибудь когда-нибудь вылезет то есть у меня у меня у меня архивы давно лежат какие-то такие я помню да кто там спрашивал когда-то давных давно да я не собираюсь против тебя еще что там делать какие-то козни и все то есть мне на тебя тоже посрать это моя личная траковка моя личная помощь мне этого достаточно в принципе ну мы уже поняли тебе похуй на свете без меня на кассете без меня без меня за дверь без меня домой без меня теперь без меня давайте немного отвлечемся и я расскажу про нашу лично с ним ситуацию собственно после того самого конфликта непосредственно в легионе мы более-менее так совсем разобрались помирились и все дела то есть на самом деле к тем моментам каких-либо претензий у меня по сути не было более того семён в определенный момент на меня подписался смотрел и комментировал мои видеоролики наш новый конфликт по сути начался из-за поста семена на стене о том что нетфликс собирается пригласить на роль в сериале по ведьмаку чернокожих актеров пост буквально смысле гласил то что из-за подобного мува они дождутся что в соединенных штатах возродится куклу с клан и начнет убивать ниггера я решил это прокомментировать и буквально сказал что это перебор то есть да не любить когда компания в очередной раз в твое любимое произведение пропихивает какую-то свою повесточку это нормально но как бы убивать ниггеров это ненормально алё типа даже у тех же куклу с кланов соф были гораздо более продуманные мотивы нежели просто месть за неправильно рассказанную сказочку не говоря уже о том что типа виноваты же создатели самого сериала чем тебе все остальные ниггеры не угодили после этого семён постучался ко мне в личку и по сути наш разговор начался с угроз о том что он кинет мне страйк на видео за то что я заскринил его комментарий на котором не замазал его аватарку которая как бы является его собственностью он имеет на нее авторские права с этого самого момента я отразил что с данным человеком вести какой-либо нормальный диалог нельзя что это конченое чмо я с ним немножко покекал заскринил всю нашу переписку и слил в чат моих подписчиков telegram после чего записал еще одно видео по всей этой ситуации где просто пересказал такие избранные цитаты нашей переписки после этого самого видеоролика ко мне постучалась подписчица семена который он подослал параллельно являвшаяся его донатером и собственно она попыталась закинуть меня к нему в skype хотя видеоролики я четко сказал что ну после разговоров о страйке я ни с чем с ним вообще ни о чем не хочу с ним разговаривать эта ситуация также была для меня неудобно еще и тем что в этот момент я по сути собирался на нержавеющего в кино для которого я купил первое место в первом ряду и собственно было бы просто неудобно с ним вообще в принципе где-то недели бы пиздеть по итогу я просто стал скидывать нашу переписку опять же в тот же самый час к подписчикам в телеграме и мы начали с нее просто орать начало опять же было шедевральное внезапно влад начал опять же со своей больной темы он стал доказывать мне что этимологический фурфак в том числе состоит из словов фэгот которая как бы пидор а он как бы не пидор да как-то смел при том что видеоролики я ни разу его не назвал фурфагом я называл его фуридрочером оговорочка по фрейду чувак по фрейду еще гораздо более забавный момент заключается в том что впоследствии он послал ко мне еще одного нашего уже общего подписчика который в диалоге со мной отметил что как бы семён назвал меня еще в той переписке до второго видеоролика по неёбам не то чтобы это меня как-то задевало типа я этого даже не заметил я буквально просто проскролил этот момент ну типа окей назвал назвал но довольно забавный момент учитывая то что как бы семочку то нашего обидела то что его назвали фурфагом а то что он кого-то до этого назвал по неёбам это так себе нормально тем не менее помимо всего прочего там был на самом деле довольно бесцельный диалог я просто ржал со всех тейков переслал их в чат и в целом на этом наш конфликт собственно заглох а после было видео по и себе а щас приглашать у меня есть донатик управляю за надо приятную чувство расскажи про ситуацию с горбатой феминисткой личного по спорту вроде виду а короче да я поскольку мне задонатили донат донатный вопрос это закон короче спасибо тебе человек без спасибо тебе аноним за 10 рублей а вот вопрос клад расскажи расскажи про сутулую про сутулую с горбатой феминисткой сам знаешь про кого именно говорю вернемся к донатному вопросу окей я мог неправильно высказать говорит тот самый аноним тут тут известно тут извиняюсь я имел ввиду про человека под именем борис лысенко а а не мор ну блять в курсе ладно давайте вот одновременно вот так отвечу на несколько на несколько таких вопросов просто как-то раз просто сижу никого не трогаю мне поступило предложение солидным с таким солидным предложением а не буду брать и сказали вот тут переделали статью подчумного доктора слушать ты не мог бы сделать ее обзора мы тут тебе обошляем малость но поскольку я в это время был в долгах как шелках и еще там художника платить еще актеров нанимать но кто будет 20 кусков отказываться заказ был да это был заказ вот народ честно признаю это был заказ за 20 кусков шок контент что ж последнее время семена оправдывается за то что записал то видео собственно тем что это якобы был заказ на самом деле в этом плане мне обидно что дуксин снес свой старый канал куда он запиливал то самое обращение кру филиалу где обещал где клялся в скором времени снять торговый знак обидно мне потому что тот самый аккаунт дуксина по сути первым поставил лайк семену под то самое видео где он присутствует как блять камео в конце это довольно забавная череда совпадений но к сожалению ее доказательств теперь нет увы я не знаю кто это был я не знаю заказчика но если вернуться к нормальным ответ окей тебе заказали это видео за деньги а что это собственно правда ты же сам блять говоришь что по итогу сценарий это сука писал ты сам это не было каким-то заданием это просто был донат на видеоролик что тебе надо было сделать сейчас там с чумным доктором просто обозреть статью но я и в принципе посмотрел мне она тоже далеко не понравилось и собственно говоря ну думаю похуй ты не понимаешь что претензия заключается не в том что записал этот видеоролик а в том что ты сказал в этом ролике и что я не понимаю соглашаюсь запилил к запилил короче видос и да я сделал тут небольшой небольшой глупый шаг дело в том что мне было немножко стыдно признать что я конкретно нанялся на это дело и сказал да это я блять просто тролли ну хули бы хули бы покупаетесь но на просто них они не хотелось чтобы всякие дятлы в кулу сказали ой какой ты продажный какой ты капиталист какой ты барыга еще коммунистом себя называешь господи у тебя несколько лет висел ебучий прайс о том что твои видео по степи теперь платные почти что в каждом своем ебучим посте ты выклянчиваешь деньги с донатеров своих ебучих комментариях ты периодически унижаешь людей которые тебе не донатят ёбаный рот что ты сука блять несешь что несет это нему видимо меня как-то неправильно понял и его задело то что я там дескать оскорбляю дескать людей я желаю смерти да в том числе потому что это ненормальное поведение потому что так себя вести из-за какого-то ебучего фанфика это блять ненормально но это было не единственной причиной там по сути был комплекс причин который входило и то что по сути чувак который кичится тем что он не в ебесь какой ол ни хуя по сути не знает по теме и делает элементарные базовые ошибки просто несет какую-то хуйню блять и то что ты наехал по сути на администратора русского филиала за ни за что при том в тот самый момент когда у всего русского филиала фонда вообще-то имеются определенные проблемы судебного блять характера и защищаешь при этом человека который к этим проблемам имеет прямое отношение это блять как минимум все эти причины сложились в один ебучий момент в один семён момент который послужил появлению данного видеоролика ну и как он там выразился ну я просто по-человечески охуел странно странно как-то если честно действительно блять непонятно как можно так отреагировать блять на подобное поведение каким образом шиз какой-то этот ваш номер как можно так реги как можно негативно реагировать на то что ты будешь там школьников периодически своих видеороликах которые тебе никак не могут ответить а ты при этом никак не умудряешься вообще в принципе фильтровать свой базар желаешь смерти им их матерям были без разницы как можно негативно на подобную хуйню вообще реагировать каким образом сука у меня иногда возникает ощущение что ты диалог просто с дегенератом чётом который не может отдавать себе просто отчет ни в каких действиях слишком тупой для ну думаю ну в принципе не стоит на него так глобально обращать внимание и поэтому в небольшом скажем так отрывочки которые я выпустил так постфактум решил его так слегка вот так вот слегка ужалить и в принципе глобально на него внимание не обращая но он разумеет больше действительно не стоит на меня внимание обращать не было вот этого поста с оправдашками о том что да это был всего лишь троллинг да я всего лишь вас троллил не было комментария под видео на который я ссылаюсь в этом своем ответе его действительно уже нет он удален где ты плачешься о том что да на тебя на пизде ли тебя не так поняли не было другого поста которого действительно опять же уже нету потому что ты его удалил блять от него только картинка осталась и собственно моя вырезка у меня в телеграме где ее паровну выложил где ты называешь моих подписчиков либерастами псевдоправами фемками долбославами ничего подобного не было был один маленький небольшой отрывочек видеоролики где ты по сути отвечаешь только на мои тейки блять действительно буквально весь видеоролик является ответами на мои сука тейки правда ответы эти уровня я не тупой я просто вас затроллил блять своей тупизной ебучей в конце еще и сказал что типа а нехуй этого долбоеба слушать вы чё он вообще очкастая феминистка блять чё вы тупые что ли очкастую феминистку слушать напиздел блять про меня действительно хулия разбомбился я я должен был обрадоваться вероятно почему-то мою наемную работу принял за чистую монету действительно блять факт же того что тебе просто еще и закинули деньги за этот видеоролик он же нивелирует все остальное что было сказано видеоролики чувствуете и я практически даже его видео не смотрел там посмотрели парочка моих ребят и сказали да в принципе он там ничего дельного не говорит он просто усирается ну ладно похуй действительно просто по порядочку называл тейки которые были в том же блять порядке в моем видеоролике совпадение просто не смотрел он блять пиздобо так вот скажем так я был когда я прочел тут статью просто после поступления заказа я был скажем так немножко на эмоциях и конечно хотел выяснить ну блять ну ну что это за хуйня ты же отмен ты же видишь что со статья полная хуйня почему ты даже дал отмашку что чтобы ее публиковали зря я конечно я это сделал признаю на было как-то поменьше такого внимания привлекать да так что ответ таков написал дескать на эмоциях просто как пример того что до этого дегейрата до сих пор не дошло что это сайт с переводами суха который к слову сохранил старую статью кстати а покажи мне статью про чумного доктора на украинском филиале пожалуйста ты вроде там что-то говорил что они вроде еще сносить не собираются ставила как хороший пример покажи пожалуйста мне это но про номера я в принципе ничего плохого сказать не могу просто там ну побомбил человек и побомбил ладно понимаете он такой человек скажем у кого не упасть он пойдет бомбить но нельзя на него за это злиться ну ладно пофиг с ним пофиг действительно чувак просто побомбил того что ты забанил практически всех наших общих подписчиков этого блять не было того что сука ты мне как-то пытался угрожать этого не было того что через кучу времени после этих видеороликов ты в своем чате писал что что-то со мной собираешься еще сделать в будущем этого ничего не было по бомбили и успокоились подожди а как же про ситуацию после твоей статьи про ведьмак ведьмака зачем ты ему угрожал страйком за использование твоей аватарки да блять я это точнее типа реально была угроза да потому что с ребятами его просто угорали давайте откровенно 2 погоди секунду сейчас вот посмотрите я могу ответить на этот вопрос тут дело все просто в том что давайте я отвечу более-менее чтобы это было более правдоподобным давай я скажу как вы уже убедились и как влад сам признает влад иногда действует излишне на эмоциях видимо на эмоциях тогда поскольку он реагировал на достаточно токсичную манеру общения немора действительно это у меня токсичная манера общения ух на случай появляются существа которые в принципе не имеет права называться людьми но при этом они громко заявляют что разбираются творчестве побаще всяких там автор порой народ просто не понимает что обсуждая то чего он не знает нашем лоре он выглядит как долбоеб получает клеймо долбоеба и на веки вечные к нему будет отношение хуже чем к скотине впрочем как и наш сегодняшний клиент не соска который решил отойти от своей паскудной жизни оторваться от копошения в помойном ведре и показать на роду что какой-то ноунейм из мусорок в южном бутово нихуя не шит и высрать я подчеркиваю высота текст где под видом критиканства просачиваются такие вещи как невежество незнание неосведомленность и полное отсутствие логического мышления сегодняшняя туша пациента которая попала в мою творческую бойню принадлежит некому евгению князьеву человеку с настолько богатым внутренним миром что мне придется взять в руки болгарку чтобы от него шматки сала отбеливать и какая кандидозная пизда высирает этих выкидышей лично я вижу только развитие рака простаты в твоей жопе пидор ёбаный петух ёбаный блять петух вот именно только ребенку и понятно потому что судя по написанному он или детский сказочник или очередной унтерменш с фигбрука ты долбает тупорылый вообще не осознаешь что псевдокументальным материалом не нужна литературная поставь вас дорогие долбоёбы не мешало бы утопить ближайший сочной канаве потому что своими нововведениями которые кстати не прошли адекватную модерацию в фонд целиком и полностью превратили полаган а диджей в карту мы разумеется желаем от всего сердца как можно поскорее подцепить какую-нибудь экзотическую болезнь и сдохнуть внуков как бездарная тварь он заслуживает только этого ровно как и все кто не брезгует делать моментальный миньет какой он пошевден гениальный и умный чтоб быть живьем с ней как и все ваши ближайшие родственники ёбаные мир люди просто пошел нахуй с такими предъявами меня упрекать в токсичности будучи подсосом этого мудилы блять пошел нахуй он и начал угрожать ему страйком за использование его аватарки более что по факту никакой более-менее даже объективной критики в том ролике который не может сделал вроде как если это был ролик я просто не помню точно но там ничего толкового не прозвучало какая сука критика это был ответ на пост ёбаный рот блять что там критиковать блять мне сейчас кринш инфаркт будет пиздец я все равно не понимаю зачем было его называть феминисткой при том что он доказал что он не феминизм и ему феминизм не нравится ребята я больше не как факт это утверждал а больше как оскорбление потому что когда я вы вы выложил тот черный юмор про пузусклан он прям за него прям так взгрелся давай прям там защищать блин ну ну да все были как фига ведешь тут как бы люди поняли юмор а ты не понял ну как с собой быть тут кстати к вопросу о том опять таки что это даже не совсем юмор это скорее было как эмоциональные реакции ну то есть народ давайте честно откровенно вы знаете про тенденцию вообще общество и сми особенно западного за последние несколько лет про галтелый радикальный феминизм про негров на передержке в каждом доме black lives matter вот это вот все обвинение всяких классиков что у них в работах негры были то аллюзии на негодяев то у них орки были неграми это самое любимое современное обвинение например толкия на что у него негры это обязательно негодяй и орки и вообще как он сможет об чем сраный расист что там лавкрафта обвиняют в расизме хотя лавкрафт конкретно был расист и он этого не скрывал сейчас позвольте я договорю тут просто все просто тут именно была такая эмоциональная реакция обратная такой знаете нарочитый уклон в сторону клубсклана как обратка как обраточка подобной реакции вот и все найс обраточка чувак найс обраточка блять убивать нигров из-за ебучей сказочки пиздец просто касательно обвинения семена меня в том что ну а хули ты действительно как фемка себя повел вот например еще одна охуительная история я прекрасно понимаю возмущение людей которые любят лор книги ну или игры в худшем случае и которому фильм пытаются пропихнуть в очередной раз черного причем учитывая исторический контекст если это можно так назвать но ёбаный в рот у всего есть определенного рода граница безусловно можно назвать автора фильма мудаками не покупать фильм в таком случае нанесется ущерб компании возможно даже кого-то уволят но ёбаный в рот убийство людей за грёбаного кинца по грёбаному фэнтези вы ебанутые что ли причем не конкретных людей в принципе колпа куклус клана то есть в принципе все черные люди объявляются грешниками ужас то какой white face не иначе цвет кожи не костюм блять вы отсасывали бездомному афроамериканцу я считаю что вы ведете себя очень дерзко глупо и заслуживаете что вам дали по физиономии но я этого делать не буду а не мур воспринял это за чистую монету ну то есть как бы с одной стороны опять-таки влад сам в этом смысле виноват что поторопился и опять-таки вот излишне не может просто вся половина вопросов странности семецкого сводится к одному семецкий излишне эмоционально все я вам что говорит вот поэтому я тебя постоянно прошу дергай поводок чтобы меня придержать свято место не бывает в пустоте лишь не в телом заложили котлован красной тряпкой обернули катафалк правой песней заглушили злое горе ведь солдатами не рождаются солдатами умирают шло время вроде бы семён уже и отказался от нацизма вроде бы у семёна появляется новая идея новый проект который сначала назывался мертвое эхо являющийся по сути оригинальным контентом видеокомиксом на данный момент и мультфильмом возможно на будущее как и все прекрасно понимаете на подобного рода проекты требуются деньги там же 200 тысяч получается было почти 200 тысяч вот да у нас в классе бюджета были куда как это все ушло там большая часть на озвучку шло или наоборот к художникам или как там еще ребята вот наоборот к художникам просто сами посчитайте художник кадров за 700 штук а ладно за 700 штук окей я тогда 700 каждый кадр собственно говоря стоит 200 от 250 до 300 рублей вот просто сами почитайте во сколько это выйдет изначально вообще собирался буквально по копейкам чтобы было больше кадров надо надо чтобы было больше денег ну а как ты хотел либо блин больше кадров и нормальный фильм а это уже это уже скажем так нет гарантии что денег будет больше потому что кто-то кидает кто-то нет ну и естественно по большей части я именно от себя отстегиваю погоди сейчас как бы число донатил варьируется 41 участник это неважно эти 41 участник могут тебе по 50 рублей скидываться я тебе не о том говорю я тебе говорю просто о том что когда начали это что-то непостоянное ты ж не на патреоне работаешь погоди минимум кидают ну самый минимум пятихатка в месяц ну хорошо но тебе этого все равно не хватает чувак ты же сам об этом говоришь денег мало денег мало денег мало денег мало один хуй то есть даже вот этот 41 человек по пятихатке в месяц но блять ты там дохуя не наберешь у тебя проект слишком дорогостоящий как ты говоришь и тем более если там 70 80 процентов тянешь на своем горбу это вообще пиздец как бы вот а у тебя вот прямо вот есть контент который ты просто похерил но люди тебя за него любили в принципе окей сейчас сделаю небольшое отступление о бюджетах и самом производстве данного творения мы поговорим чуть попозже пока же я хочу поговорить о донатах поиски инвесторов семена это конечно же занятие затруднительное это во первых зарплата это потом еще инвесторы подкидывали а как инвесторов нашел что что как вообще как это нова они изначально были подписчиками моего канала я до этого и обзоры делал и всякое такое я клички дал типа собираем деньги блин потом я могу какому-нибудь рандомому подписчику постучаться в личку типа эй хочешь стать инвестором а взамен я тебе дам то 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 окей ну и так нынешний состав круга моих инвесторов собственно говоря и набрался кто инвесторы если не секрет ну ребят ребят я не могу называть имена инвесторов если только они не пожелают единственное пока что я кого я могу назвать в открытую это он петр это типа люди которые вот пришли как на кикстартер или это вот лично заинтересованы какие-то чуваки ну смотри ну смотри у нас там своя целая целая конфа мы болтаем и собственно говоря они инвестируют собственно говоря средства и за это собственно говоря они получают небольшие скажем так подарочные арты то что мы выкладываем у себя на патреоне они в принципе получают на основе бесплатно я понял патреон все хорошо тем не менее мне известно как минимум трое один из которых задонатил 10 тысяч на проект правда судя по его сообщениям расстались с Семеном в итоге они очень скверно собственно одна из причин по которой он и раскрыл данную информацию есть также один из донатеров который в общей сумме потратил на Семена 90 тысяч однако о нем мы поговорим намного позже сейчас же мы подробнее окунемся в историю третьего инвестора что там 60 тысяч? 66 66 тысяч просят вернуть гладкость некая Ванесса Гладкова я сейчас не знаю вот с ней вообще блин отдельная история даже не знаю рассказать если интересует да можешь рассказывать мы не торопимся у нас еще полчаса эфира куда нам торопиться данная особа вот как раз по SCP у меня и заказывала собственно говоря видео она заказывала много очень много там наверное только из-за нее только из-за нее у меня на канале так много вот этих вот видео но в один прекрасный момент значит ну вот знаешь я наверное вот передумала короче верни все деньги за заказ назад о как ну знаешь честно это как-то не по чести не по совести если заказывать что-то как говорится в интернете или у художников я и говорю то же самое как бы за заказы деньги мы не возвращаем у нас это даже не знаю в правилах группы написано эээ блин верни деньги верни деньги блин и не важно как возвращай деньги блин история Ванессы довольно примечательна тем что по сути после всего этого она выложила всю полную переписку с Семеном плюс чеки банковских переводов здесь надо указать еще один факт переписка Семена и Ванессы длилась с 2015 по 2017 год на постоянной основе за все это время они и дружески пиздели по каким-то своим интересам и флиртовали друг с другом но самое главное это то что далеко не вся сумма этих донатов состояла из запросов непосредственно от Ванессы на SCP в определенный момент Семен доходит до того что просто просит у Ванессы в долг то на квартиру то на еду в определенный момент он узнает у нее какой у Ванессы примерный доход и продолжает активно просить деньги пока в определенный момент до Ванессы не доходит что эти деньги ей не вернутся и прикол заключается в том что большая часть этой суммы состоит из запросов Семена на деньги в долг point о, ОООО! Это опять я cooperate не saber из будущего а к сожалению я не бритый поэтому погружicho погруж�지 карта Короче, суть в чем Непосредственно я Когда записывал видеоролик Я немножечко наебался с цифрами Поэтому я решил для себя Провести некоторый эксперимент И составить бухгалтерию В Ванессе самостоятельно Тем более, что вся личка Ее с немецким А также все счета Для меня доступны Вернее, не вся личка А личка после 1 октября 2015 года Внезапно для меня выяснилось Что оказывается Оказывается, Ванесса была Довольно олдовым подписчиком И донатила ему еще В 2013 году То есть непосредственно Застала первый распад Легиона Вопросы, почему она Стала с немецким Будут непосредственно к ней Но это вообще не сейчас Собственно, прикол в чем Данная вставка Это одновременно Ответ Семену На его потенциальный Скажем так Ответ Всем тем Кто пытается Поймать его за руку Как дешевка Этот самый ответ Он писал и Ванессе Непосредственно Собственно, касается Он того, что Да, Ванесса Донатила ему еще С 2013 года Заказывала там Видеоролики Эти видеоролики Он выпускал И в определенный момент В личке Он в буквальном смысле Ей эти древние Видеоролики Предъявляет Что, мол Он Ничего ей не должен Хотя речь Шла о долге Который накапливался С 1 октября До 2015 года Собственно По итогу Я собрал Бухгалтерский Журнальчик То есть Я в буквальном смысле Сидел Записывал Каждую сумму Перевода Искал соответствие Ее в личке Потом искал Не вернулся ли ей Этот долг И так далее И тому подобное И собственно У меня небольшой списочек Накопился Но для начала Давайте Собственно Непосредственно Уясним Несколько моментов Во-первых Почему я это делаю Почему я считаю Чужие деньги Вообще Какое Я имею на это Право Да Непосредственно Я сам За последнее время Накопил огромное количество Долгов У меня есть Как минимум Одна подписчица На самом деле Больше Одна подписчица Которая заказывала Обзор на аниме И Игры Это Я все не могу Произнести их название Но короче Игры серии Red Alert Но не про Red Alert Блядь Я не люблю РТС Как бы Поэтому я особо Не шарю Собственно Эти игры у меня На аккаунте В стиме Но Ни одного Видео по ним Не сделано Я ей должен Я тут ничего Не могу ответить То есть Типа да Рано или поздно Их надо было сделать Потом Один подписчик Мне буквально В смысле Подарил Вангеров Другой Подписчик Задонатил На Темного Мессию Есть подписчик Другой Год или даже полтора или два даже, боже. Короче, грубо говоря, момент с долгами я прекрасно понимаю. Здесь я ничего сказать не могу, но мое отличие от Семена заключается в одном. Я этих людей нихуесошу. Я признаю этот момент. Я ничего не говорю, когда мне за эти долги предъявляют. Я стараюсь как-то свести это на нет. Вроде бы как люди не требуют эту сумму назад. Поэтому я считаю, что какое-то время еще у меня есть на это все. К сожалению, никак организоваться по времени не получается. В сегодняшней ситуации особенно. Подчеркну, этих людей я нихуесошу. И как раз таки вот с этих самых моментов, когда человек буквально торчит огромные суммы человеку, а там сумма 76, ну я округлю в большую... Хорошо, 75 900 рублей там сумма. При этом из этой суммы только малая часть. Были как бы непосредственно сами донаты Ванессы. Остальная сумма это запросы Семена в долг, на которые Ванесса ему щедро давала деньги. После этого он ее хуесосит. Я с этого момента просто охуеваю. Типа, блядь. Собственно, это и становится причиной, почему я этим занимаюсь первостепенно. На будущий вопрос Семена о том, а хули там не идут в полицию, а хули там его типа что-то как-то наебывают. У меня ответный вопрос. Она таким же образом, как тебе донатила, например, Тамаре. Ты в курсе, кто это? Вы тоже, возможно, в курсе. Я точно не помню, называл ли я ее имя в ролике, но вы в курсе. Наверное, если так оно и было. Она донатила Тамаре на рисунки, но по какой-то удивительной причине к ней таких претензий нет, хотя суммы там тоже довольно крупные. Но по какой-то причине вопросов к ней не поступает. Вопросы идут непосредственно к тебе. Удивительно. Ну и самый последний, возможно, самая последняя такая подъебка. Я просто перечислю те видеоролики, которым никаких претензий нету, которые были выпущены до... Во-первых, до этой самой злополучной даты. 1 октября 2015 года. Во-вторых, я перечислю те самые видеоролики, которые, собственно, в эту сумму долго не входят. Семен по ним все-таки отчитался. Итак, ролики, которые были выпущены до 2015 года. Гигантский механопаук, протезный паразит, болотниц, глаз, глазные пауки, боже, клоун-помпон, годный объект, но рекомендую. Король ящериц, Дора, кровавые мухи, ткани, смоляное чучево, костяной улей, заброшенная федеральная тюрьма, вирус самовозгорания. Я предполагаю, это такая отсылочка к... Загуглите самовозгорание, конспирология, довольно прикольная тема. Тор глобальной ретро-причинности. Собственно, к этим видеороликам ни у кого никогда не было претензий. Если вдруг внезапно Семен как оправдание начнет перечислять видеоролики, там будут в списке эти видеоролики, просто можете тыкнуть его ебалом в этот список, сказать, пошел нахуй, к этим роликам у тебя претензий нет. За эти ролики все-все отчитались. Далее. Видеоролики, которые не входят в сумму долга. Это Гомункул. 2 мая 2016 года выпущен. Кстати, упоминания его в ЛС я не нашел. Но я нашел упоминание, что как бы он записан... Ну, он, грубо говоря, записан на Ванессу в описании. Могу предположить... Они как бы впоследствии общались по телефону и по скайпу еще. И как бы могу предположить, что он где-то был озвучен там. Условно. Условно можем вычесть 1000 рублей. Из общей суммы, хотя он нигде не упоминается. Далее. Старик из ниоткуда. 3 октября 2015 года. Авель. 17 октября 2015 года. Платоядный плющ. 10 марта 2016. И полиморфный гуманоид. Мой любимый объект. Объект, кстати, тоже рекомендую. Моя вайфу буквально в фонде. Так что... 28 марта 2016 года. Собственно, да, к этим объектам претензий нет. И эти объекты вычитаются автоматом из суммы долга. Я зачитаю вам весь бухгалтерский отчет. Со всеми, скажем так, моментами, которые Семен должен и не должен. Буду прикреплять скрины. Скрины долга, скрины переписок. Буду замазывать все, скажем так, всю частную информацию. Которую они случайно разгласили. И так далее и тому подобное. Короче, тут прям огромнейшая работа. Повторю, сделается это все для того, чтобы Семен не отвечал какими-то общими чертами. В случае, он захочет разъебывать. А чтобы конкретно по каждой сумме. То есть, если у него есть какие-то доказательства, я прошу. То есть, безусловно, я не имею никаких претензий, если все это впоследствии когда-то было возвращено. Для меня будет только одна претензия. Это то, что он начал ее хуесосить, когда еще он ей должен деньги. Но, если вернул ей эту сумму, то, ну, бог с ним, как говорится. Начинаем. Значит, 1 октября 2015 года. 700 рублей. Объект 1440. Он... Ничего он за него не должен. 4 ноября 2015 года. 1000 рублей. Более того, здесь идет уже по инициативе самого Семена. То есть, вы видите переписочку. Он сам постучался к Ванессе и попросил у нее эту сумму в обмен на то, что он запишет ей видеоролик. Это важно, потому что до этого вы слышали, он утверждает, что сама Ванесса ему донатила. Здесь мы видим, что он как бы сам у нее просит это, во-первых. Во-вторых, именно с этой даты, Семен, все последующие, скажем так, донаты, начинаются именно с запросов Семена. Дай мне, пожалуйста, в долг, и я тебе сниму что-то. То есть, я дальше не буду об этом говорить, но вы на скриншотах и просто у себя в голове подразумеваете, что Семен первый запросил эту сумму. Это важно. Опять же, это важно, и это касается его же поведения. Собственно, 1000 рублей просит в долг объект, назван 076, долг оплачен. Никаких претензий. 11 ноября 2015 года, 2000 рублей, таким же образом долг 769, 259, 307, 771 и 071 объекты. Там было указано, что за эту сумму он готов озвучить 4 мелких объекта. Я не понимаю, что означают мелкие простые объекты, то есть для меня это определенная загадка, я не знаю, как это все измеряется. Поэтому, условно говоря, я буду считать, что если Семен согласился на сделку, то значит так оно и есть. Здесь, к сожалению, не 4, а 5 объектов названы. Последний 071, я так понимаю, он должен был заменить какой-то из названных ранее объектов. К сожалению, я не в курсе, какой именно. Но это и не важно, потому что ни одного из этих объектов нет на канале. Так что, 2000 рублей, Семен Торчит. 15 ноября 2015 года, 1000 рублей долг. Еще раз запрошен 076 и 026. 076 уже сделан, 026 на канале нет, соответственно, долг 1000 рублей. Далее, 18 ноября 2015 года, 1000 рублей, таким же образом просьба в долг, плющ и энциклопедия. Плющ на канале есть, энциклопедии нету. Соответственно, я не знаю, как разделить ту сумму, что, типа, как бы Семен разделил ту сумму, какую часть на какой объект, поэтому я не буду считать эту сумму. То есть, есть хотя бы один из двух, и ладно. То есть, да, там должно было два объекта, но я, если я поделю там 50 на 50, я не знаю, может быть, он возникнет, что, типа, ну, блядь, ну, энциклопедия, например, 400 рублей стоит, или 300, или 200. Я не хочу в это лезть, поэтому простим Семена эту сумму. Он ничего не должен. 26 ноября 2015 года, 500 рублей. Эта дата знаменательна тем, что Семен в этот момент, скажем так, Семену в этот момент не указан никакой из объектов SCP, которые он должен озвучить. То есть, это просто долг. Ну, с 9 ноября 2015 года, 1000 рублей, 0.86 и 953. 953 есть на канале, эту сумму я не считаю, хотя, по факту, он должен был снять два объекта. Но 953 моя вайфу, ради моей вайфу, прощаю. 5 декабря 2015 года, 1000 рублей, 1040.ру и 748. Ни одного из этих объектов нету на канале. 15 декабря 2015 года, 1000 рублей, просто в долг. 17 декабря 2015 года, 500 рублей, просто долг. 22 декабря 2015 года, 1500 рублей, просто долг. 25 декабря 2015 года, 500 рублей. Это долг, но его нету в счетах, поэтому я точно не уверен по его наличию. Это такой долг, висящий на волоске. 29 декабря 2015 года, это 1500 рублей. Он не указывает на сам момент ВЛС, о том, как Семен запрашивает эту сумму. Но ранее Семен узнает телефон Ванессы, и они говорят об этой сумме позже. Соответственно, я предполагаю, что эта сумма взята в долг. Ну и она упоминается в ВЛС, так или иначе, и на счетах, поэтому я не считаю это долг на волоске. 16 января 2016 года, красивая дата. 3000 рублей, просто долг. 23 января 2016 года, 3000 рублей. Ее нет в ВЛС, поэтому, опять же, долг на волоске, то есть он есть в счетах, но он никак не упоминается. Я запишу его как в долг на волоске, условно говоря. То есть это, то есть у меня будет шкала точные долги и шкала долги на волоске. Эти долги мы посчитаем отдельно. 25 января 2016 года, 400 рублей, долг просто так. 27 января 2016 года, 2500 рублей и 2500 рублей. Два раза по 2500, то есть 5000 рублей, просто так. 1 февраля 2016 года, 3000 рублей, долг в 3 видео. Какие 3 видео, дохуй его знает. Но 3 видео должны быть за эту сумму. 5 февраля 2016 года, 4000 рублей. Вирус подгрузил, мне нравится эта формулировка. 8 февраля 2016 года, 1700 рублей долг и 10 февраля 2016 года это все, скажем так, в одну сумму входит. Просто в разные дни закинуто. И примечательно то, что 1300 рублей Ванесса попросила у родителей сама в долг, чтобы дать в долг Семенову. Я еще раз просто напоминаю, прослушайте то, как он о ней говорит ранее. 14 февраля 2016 года, 1000 рублей долг, просто так. 20 февраля 2016 года, 1500 рублей, долг просто так. 27 февраля 2016 года, 5000 рублей, долг просто так. 14 марта 2016 года, 5000 рублей, без просьб ВЛС, но есть упоминание, словно говоря. То есть просьба ВЛС не зафиксирована, но упоминание этой суммы имеется. Я поэтому считаю ее как стоявшийся долг. То есть в счетах он есть, ВЛС он упоминается. Также в эту дату были запрошены 1026 объект. Он так и не вышел. 953 объект запрошен повторно, мы его не считаем, поэтому. И 1113-ру, его на канале нет. 17 марта 2016 года, 500 рублей, долг просто так. Так, 23 марта 2016 года, 1500 рублей. Собственно, там какая-то стрёмная история с переводом. Дело в том, что Семен... Короче, там какая-то хуйня на уровне, что... Семен хотел передать Ванессе эту сумму, чтобы она ему перевела на какой-то интернет счет, но он не смог ей перевести. В итоге он попросил эту сумму в долг у нее. Короче, какой-то объеб на самом деле. И, собственно, Ванесса стала что-то подозревать с этого момента. Фиксируем. 24 марта 2016 года... А, Ванесса просто выкатила список. Собственно, 792-й объект, его на канале нет. 111-й объект, его на канале нет. И в июне таки вышел 1861-й объект. Но прикол здесь заключается в том, что, помимо всего прочего, этому объекту на это видео кто-то заплатил за рекламу. Довольно прикольная информация, не считаете? Кстати, там не указано, что этот объект вышел под спонсорством. Что на него задонатила Ванесса. 24 марта 2016 года... Ванесса опять выкатывает список. 783-й объект, он имеется на канале. 30 марта 2016 года 5000 рублей. 5 апреля 2016 года 500 рублей. 19 апреля 2016 года 1000 рублей, но волос не упоминается. Долг на волоске, я считаю. 21 апреля 2016 года 3000 рублей. И опять же, без упоминания ВЛС, долг на волоске. 2 мая 2016 года. Пополняется список объектов. 593-й объект, нету его на канале. 4 мая 2016 года 3000 рублей. Расчет за увольнение. 8 мая 2016 года 1000 рублей. 10 мая 2016 года 2000 рублей. Также Семецкий... Ой, простите, Семен. Боже. Какая разница нахуй. В общем, он пиздит о том, что 593-й объект почти готов. Он так и не вышел на канале. И Ванесса повторно заказывает 1861-й объект. Мы это пропускаем мимо ушей, он уже выйдет. Хотя есть подозрение, что, возможно, он так поздно вышел, потому что она его два раза заказывала. Она на самом деле, ну как вы уже могли заметить, некоторые объекты по несколько раз заказывала. 17 мая 2016 года 2000 рублей. Попрошены в 7 утра. 25 мая 2016 года 1000 рублей без упоминания в ЛС. Долг на воске. 30 мая 2016 года 1000 рублей упоминается в ЛС. Блядь, я уже без понятия, что это означает. Возможно, короче, не упоминается просьба, но упоминается само наличие долга. Так что... Такие дела. В любом случае тут скрины, блядь. Пошли нахуй. 2 июня 2016 года 3000 рублей. Ушли Тамаре случайно, но Тамара их обратно перекинула. 14 июня 2016 года 1000 рублей. Плюс начинаются разговоры о возврате. 16 июня 2016 года 4000 рублей. 24 июня 2016 года в Ванессе это все надоедает. 28 июня 2016 года 2000 рублей. Далее там упоминается... В августе, по-моему... Да, по-моему, в августе упоминается также просьба задонатить 1000 рублей. При этом, как бы, Семен начинает на Ванессу давить. Вы видите скрины на экране. Можете почитать, как он с ней начинает общаться после этого. То есть уже... Ну, прям видно, что совсем человек залез на шею другому человеку. Все-таки... Я так полагаю, человеку... Либо очень доброму на душу, либо какому-то лоху. Одно из двух. Печально, конечно. На самом деле, то есть, я пока эту хуйню всю изучал. У меня волосы, думаю, вставали просто от поведения Семена. То есть, как это, блядь, все происходило. И то, как он в итоге о ней отзывается. То, как он сейчас о ней пишет, можете прочитать. То есть, мы сейчас уже на августе 2016 года находимся. Я не уверен, что эта сумма была отправлена. Там упоминающаяся сумма. То есть, ее вообще так уже нет. Так что я не указываю. И так, немножечко отмотав на 11 июля 2016 года. Семен, опять же, начинает давить на Ванессу. Там же случается тот самый конфликт с Тамарой, о котором я упоминал. Пересылки тоже можете почитать. То есть, такое же свинское отношение человека к другому человеку, блядь. Которую я просто хуеваю на самом деле. Да, можете посмотреть на этот просто замечательнейший скриншот, где, как бы, когда время его касается, там, заплатить долги. Ой, боже, ты там мне что-то дарила. Ты там мне что-то это хуй. Ты у меня там просишь, типа, денег нет. Все дела, блядь. Вообще, ты наебаешь. Как только, блядь, доходит до других людей, там, из-за моральный ущерб, блядь, требования, суммы, блядь. И за все это, при этом с упоминанием Тамары о том, что он ей не заплатил за некоторые заказы. То есть, кто кому еще должен, это вопрос. Но непосредственно это все. По итогу, тут еще будут высвечиваться суммы. По итогу, значит, долги точные, это 67 тысяч 400 рублей. Не точно 8 тысяч. То есть, всего 75 тысяч 900 рублей. Почему 900? 75 тысяч 400 рублей. Прошу прощения. Действительно, прошу прощения. 75 тысяч 400 рублей. Хотя, извиняться перед ним, пошел нахуй. И теперь просто сопоставьте этот момент. Ты даешь человеку огромную сумму. И после того, как ты просто задаешь вопрос, а вернутся ли эти деньги тебе вообще? Что типа, какого хрена? Человек начинает тебя хуесосить. Как я уже и сказал, постепенно погружаясь в этот айсберг, вы все больше и больше понимаете, насколько Семен эталонная гнида. Че с деньгами? С какими деньгами? Ну, которые я внес в капитал. Куда? Но все-таки Семен может быть спокоен. Основная часть его донатеров, покупающие у него футфетишное порно, а также порно с футанаре, и что самое интересное, порно с несовершеннолетними, судя по всему, останется с ним надолго. Но мы вернемся непосредственно к сумме на проект. Итак, по итогу общая сумма проекта составила 198 241 рубль. С позволения Семена я округлю эту сумму в большую сторону, то есть до 200 тысяч рублей, потому что в моих расчетах 1759 рублей никакой роли по сути не сыграют. Как вы все прекрасно понимаете, в эту сумму входят те самые 700 артов по 250-300 рублей. С позволения Семена я буду считать по самой минимальной цене, то есть 250 рублей, потому что другие суммы будут просто выбиваться из общей суммы бюджета. То есть 250 помноженное на 700 получается 175 тысяч, что составляет примерно 70% от общей суммы. Притом это сумма просто артов, без какого-либо покраса. Сейчас я хочу, чтобы вы зафиксировали у себя в голове данный момент, потому что я опять немножко отойду от темы. Отойду от темы, чтобы объяснить, почему я использую тот или иной источник. А именно, почему я буду использовать слова Ника Войда, который, с одной стороны, являлся одним из сотрудников Семена до некоторого времени, но, с другой стороны, сами же слова Семена о нем. Например, тут вот товарищ Нурышев, который в комментариях писал, он, например, писал такие замечательные вещи, как то, что Семецкий, во-первых, заставлял, по сути, часть художников работать бесплатно, а остальным обещал заплатить позже. Я скажу, во-первых, это конкретно неправда. Касательно Лора, он также многие вещи либо напутал, либо сознательно исказил. И я могу сказать следующее относительно комментариев Нурышева следующее. Товарищи, если вы думаете, что это непредвзятый критик, который просто обнажает всю сущность Влада, я вас могу заверить, это не так. Нурышев был одним из инвесторов Владислава, и его турнули из конфет перед 2018 годом, прямо перед Новым годом. Конкретных причин я не помню, но суть в том, что не в зависимости от того, кто был виноват, и как это случилось, суть в том, что Нурышев не является непредвзятым, а скорее наоборот, ангажировал против Влада, точно так же, как и Алекс Динга. в том, что Войт, он сам ливнул, конкретно подыскав самостоятельно себе замену. Ну, в принципе, знаешь, это, по-моему, нормально, сам ушел, кого-то другого тебе дал, замену себе. Не вижу в этом ничего плохого. Это, это да-да, но потом, он же в личке мне сам же жаловался на это. Он тебя на это жаловал сразу? Я просто видел вашу переписку, может, я не все видел. Во-первых, слова о том, что сам Ник Войт утверждал, что Семен никому не платил, это пиздеж. Ник Войт в своем видеоролике прилагал сообщение от самого Семена, где он это признает. Соответственно, все вопросы лично к Семену. Почему, если это пиздеж, то он пиздит сам на себя? Ну, дело в том, что этот обзор настолько субъективно и голословно, что даже как-то страйк на него жалко тратить. У Войта как получилось? Просто вот эти вот попытки, вот эти вот неудачно как-то пошутить. И, при том, что специально вырезать аж целый кадр, чтобы потом сказать, вот, видите, видите, и Рыни одной рукой этот пруд держит, это невозможно. А он пропустил тот кадр, где этот пруд самый упирается как бы в ту полочку верстака. На этот обзор Семену было действительно настолько похуй, что, во-первых, он высрал целый ответ в виде поста на него, а во-вторых, стал накручивать ему дизлайки. К сожалению, на данный момент показать эти накрученные дизлайки не представляется возможным лично для меня, потому что Ютуб просто не показывает теперь дизлайки ни у кого. Однако, сохранились некоторые скрины с доказательствами накрутки. Но, что самое для меня странное, это то, что Семен акцентирует внимание на этой самой ебучей бензопиле в самом конце его мульта. Типа, я на самом деле больше ржекал с рисовки Семена, но, типа, ладно, бензопила так бензопила. Данная ситуация на самом деле в очередной раз показывает, насколько Семен не тупой. Для тех, кому это оправдание кажется ликвидным, я предлагаю просто небольшой эксперимент. Возьмите вашего друга и какую-нибудь тросточку, палочку, балку, неважно, вы поняли, какой-нибудь посох. Лягте на пол, с другой вашей стороны положите табуретку, возьмите эту палку одной рукой за один конец, а другой конец, собственно, положите на эту самую табуретку и попросите вашего друга надавить. Для тех, кто не может это проверить на практике, ну, вероятно, друзей нету, я просто объясняю. Данное объяснение работало бы в случае, если бы рука главной героини была бы настолько же твердой, как верстак, в чем я очень сильно сомневаюсь, а посему с большей вероятностью как раз-таки весь вес давящего на эту балку Борова давил как раз-таки на ее одну руку, то есть верстак никак ей легче не делал. Семен, это интуитивно даже понятно, для этого не нужно быть каким-то физиком и шарить за матчасть. Однако данные факты наш величайший физик, к сожалению, игнорирует, вместо этого Семен обычно отвечает на вторую претензию, а именно то, что по сути то, что этот самый Боров давил включенной бензопилой по железному пруту было просто блять нахуй бессмысленно, он мог просто взять ту включенную бензопилу и сука пильнуть главной героине руки, тем самым окончив ее какие-либо сопротивления. На что Семен отвечает очень интересным образом? Да, косяк, с моей стороны, надо было рисовать не бензопилу, а карбофлекс. Этот момент с пилой, типа, ну тут реально очень смешно, чем страшно. Это, ну, кстати, прям уровень слэшеров каких-то таких подростков. Товарищ Сэм, позвольте, я тоже, и я, кстати, хочу сказать, что Сэм как-то тоже замечал об этом, да, Влад? Что и Влад сам признает, что момент с пилой, это, конечно, феноменальная косикность. А потом я еще когда-то призадумался, блин, наверное, все-таки убедительной была бы циркулярка. В общем, я даже не знаю, как это комментировать. Верно замечали, на стриме работа в определенный момент попадала в производственный ад, несколько раз попадала в производственный ад по вопросам сюжета, сценария, несколько раз попадала в производственный ад по вопросам того, что там была целая смена художников, людей, которые отвечали за тени, людей, которые отвечали за лайм. Действительно, почему же, почему проект Семеном попал в производственный ад? Я не догадываюсь, как такой гений менеджмента мог так объебаться. Не потому что он меня кинул и не захотел меня вставлять в тетрадь, а потому что я сам этого потребовал. А вот и профы насчет моего участия в проекте. Если кому-то и это покажется неубедительно, то милости прошу, пишите мне LVLS ВКонтакте и я продемонстрирую другие профы. Теперь перейдем к техническим проблемам. Все они вытекают от одного. От огромной халатности и безответственности Влада к своему продукту. Чтобы ты там не говорил и не писал, товарищ режиссер, о том, как хочешь побыстрее все качественно сделать, сам Рейд показывает, как тебе было все равно. Некоторые кадры я и лайнил, и красил. И неоднократно Владу говорил о косяках с лайном. Ну и прочим. Но так ничего с этим он и не поделал, хоть и уверялся, что перерисовывает. Поначалу он просил лайнить в одном стиле. Я старался придерживаться этого дела. После появился человек, который стал делать в другом стиле. Владу этот новый стиль понравился, ему снесло крышу и он стал далее придерживаться его. И не исправив то, что уже было сделано. Оставив все как есть. С огромным трудом я смог Владу донести прописную истину, что нужно изображение делать в любом другом формате. Главное не JPEG. Проблема JPEG то, что при попытке выделить или залить прозрачную область, это не выходит без потери целостности лайна. От чего остаются ужасные белые пятна. Пикселей. Все потому, что лайн и фон это один слой, который намертво приварен друг к другу. В то время как в PNG фон может оставаться прозрачным и в любой программе предназначенной для работы с изображением, можно спокойно заливать и красить выделенную область без потери целостности линий под этим самым лайном. Не говоря уже о том, что формат JPEG очень сильно замыливает само изображение, от чего при приближении становится видно каждый пиксель. В то время как PNG и подобные файлы при приближении остаются более менее четкими. И подобные кадры то тут, то там мелькают время от времени. Не выдержан общий стиль фонов. Поначалу фоны и задники были сделаны без использования лайнов. В дальнейшем все деревья фоны стали принимать более целостное очертание. Такая же ситуация с бликами, тенями, светотенями, освещением и рефлексами. Все это связано с тем, что Влад работал с огромным количеством других художников. И винить самих художникам в том, что получилось будет неправильно. Потому что они делали как скажет руководство, ну то бишь сам режиссер. И как впоследствии выяснится, он даже большинству из них не платил. Платил он только мне и некой Саше. Но может еще кому, об этом я точно в подробности не знаю. А остальных художников он запрягал за счет своей дружбы с ними. Поэтому они, так сказать, работали за бесплатно. Ну а далее банальные косяки. Музыка зачастую может звучать почти на одном уровне с голосом. Использование вертикальных кадров с огромным количеством квадратов Малевичей по бокам. Что является Мавитон. Я имею в виду денег не хватило на более детальный задний фон. Это как? Нет, некоторые перспективы оказались не очень удачными. Вот были даже вот такие вот огромные желания там что-то перерисовать, что-то поисправить. Ну и хотя бы ты тогда мне говорил, когда впервые в кадре появляется машина, она там не с очень удачной такой перспективы. Там у нее с колесами вообще полная вещь была. Да, да, да. Я тебе еще, сука, говорил, блять, переправь ебаную машину. Ты так этого почему-то и не сделал. Она была у тебя без покраски. Ты мог ее исправить. Почему ты этого не сделал? Скажи мне, пожалуйста. Блин. Ну, я не знаю. Я так посмотрел, то есть как-то, ну прикольно, да? Блин, без колес машина считается. Ну вообще реально, Влад, я вот как художник могу сказать, что это дело пара секунд даже. Пара штрихов и колесо готово. Вам там просто нужно было добавить немножко объем. Ну это для тебя, для художников. Подожди, у тебя профессиональные художники находятся. А у меня лишних 500 рублей, блин, на исправление как бы особо-то и нет. Ты что, прикалываешься? Я же тебе так говорю, там копейки, за копейки можно все это сделать. Там пара штрихов и все, и у колеса готов объем. Ну что ты мне загоняешь? Я сам рисую, ну. Чувак, это так не работает. Хорошо, хорошо. С рисовкой, да, есть проблемы. Вы даже где-то забывали отрисовать элементарно кружку с пивом, блин, вот тоже. Это тоже был момент. Вот один я смотрел, тоже было очень забавно. Но как бы там ни было, художник, который красил, он уже как бы не состоит в разработке. Это был так мимолетный танк. А что другие не смогли покрасить? Чего? Там другие не смогли покрасить. У тебя же там шейдеров было, по-моему, то ли три штуки, то ли четыре. Ну да, ты вроде как говорил, да. Понимаешь, в чем прикол-то? Просто сейчас мы нормальную схему вот эту выработали. И мне дают не только в формате вот PNG рисунка, но еще в формате сай. Ну нахера тебе это? Ну на допустим. Ну чисто тебе как монтеру. Вот я понимаю художникам с сайским материалом. Нет, вот как раз это как раз вот для художников. То есть они говорят, что им так и проще красить, им так и проще лайнить и так далее. Ну это в принципе понятно. То есть как бы ты передаешь проекты, кто-то его открывает в сай, и у него там и слои, и покраска, и уровни, и все это херня, все это у него в принципе остается. Да, да, да. Ну это логично. Это в принципе по технической части это хорошо. Хоть да и подумались. К примеру, этот самый, возьмем что-нибудь вот из концовки той же, да, там с этой... Ты имеешь ввиду финальный бой, да? Ну с Альмой, к примеру, той же. То есть ты как-то слишком это все поспешно. То есть я вижу какие-то кадры, да, вот они идут, но как-то ты дальше как-то так все обрываешь, и атмосфера она падает, блять. И смотри, я тебе могу назвать момент вот хотя бы с этой Альмой. Вот когда они знакомятся с Ирони, допустим, да, она спускается к Альме на корточке, присаживается, о чем-то говорит. И знаешь, вот сзади вот такой фон, он вообще не раскрашенный. Он у вас как будто просто элементами налеплен, и все. Те же деревья, вот как будто их взяли. Как будто хорбаки какой-то, да. С Second Life взяли вот эти вот деревья, пиксели выставили и пиздец. И даже дома не раскрасили. Ребят, ребят, в принципе, эта раскраска и так была дешевая, потому что... Ну фиг ли, хотел сэкономить, чтобы нанять еще одного актера. Это дело не в том, что сэкономили, Ват. Тебя просто не болит. Больше половины денег потратил на актеров. То есть, как бы, выходит, что, ну... Так, ну, давай все-таки попробуем посчитать. Да, давай. Просто, да, ты что-то писал, что у тебя были актеры какого-то суперплана, да, там, экстра там, да. Какие-то были хорошие у тебя ребята. Так, ну смотри, давай возьмем основной флагман. Катя. Так, Катя, вообще-то, изначально согласилась поработать за идею. Но поскольку как-то не хотелось обламывать, я по итогу ей где-то, ну, трешку точно отдал. Поэтому это помню. Нюха. Вот, я это тоже хотел отдать где-то трешку, но вот что-то вот она сейчас вся в работе и даже там сообщение не читает. Там никто до нее достучать не может. Николаю Олешину, который Владимир озвучивает. Угу. Я ему где-то в общем счете то ли пять, то ли шесть заплатил. Это так. Вот, вопрос сразу же вот по Владимиру. Он когда в микрофон это озвучивает, ты слышал, что вот он... Я знаю, я знаю, что он причмокивает. Ты к своему произведению относишься как к части своего сердца. То есть ты должен уважать эту вещь и стараться сделать ее, ну, максимально хорошо. И, в принципе, вот, знаешь... То есть не лениться, да. С такой точки зрения тебя, в принципе, вопрос денег особо не должен был волновать. Я же тебе говорю, ты поспешил. Ты мог чуть-чуть повременить, еще чуть-чуть туда вложить. И, блядь, у тебя могло бы получиться, понимаешь? Я вот к чему тебя планирую. Нет, с одной стороны, с одной стороны, да, ты абсолютно прав. Но с другой, ну, глупо как-то финансовый фактор как-то игнорировать. Вообще не правильно. Потому что, если, допустим, не доплатишь, тебе, допустим, хрен, что сделают. Нет, ну, это понятно, но, опять же, своих художников ты мог сделать абсолютно реальный спрос. Я же тебе говорю, вот, меня просто убил тот кадр, когда Ирони встречает вот этого вот бандита, как Гастон, по-моему, да? Не ошибаюсь? Гастон. Гастон, вот, когда они, короче, когда она, короче, с ними разговаривает, вот, на заднем фоне, блядь, у тебя небо уходит под бордюр, ты понимаешь? Вы вот это место просто пропустили. Дома похожи на макеты от настроения. Вспомни, вспомни. Этого, этого художника я, кстати, уволил. Митвойт был, да? Не то. Я потом оказываю, это оказывается свой бывший художник, блядь. Чувак, который... Понимаешь? Вообще, к своему вопросу об артах в проекте, вообще, к остальным предыдущим, я думаю, если вы профессионально работаете над анимацией или чем-то подобным, вас схватил кринш-инфаркт, это не конец. Будет еще. Вообще, помимо моего вопроса о цене, дело в том, что если вы попробуете просто загуглить кого-нибудь нормального художника и сколько его работы стоит, то у всех нормальных художников стоимость работ будет, ну, примерно за тысячу. То есть, даже как пример до этого я в шутку привел автобус из бесконечного лета, примерно столько художники, которые работали над этой визуальной новеллой, за свои заказы и берут. Очевидно, что эта цена какая-то договорная или еще какими-то окольными путями полученная, потому что это очень низкая стоимость за нормальный арт. Но свой основной вопрос к артам я бы хотел процитировать из одного недавно вышедшего аниме, относительно недавно вышедшего, которое по совместительству стало одним из моих любимых. Если ты, сука, блядь, такой нищеброд, нахуй, какого хуя ты, сука, блядь, не использовал одни и те же фоны по несколько раз или одни и те же позы персонажей, сами просто спрайты персонажей по несколько раз, блядь? Нахуй ты, сука, рисовал эти ебучие 700, блядь, артов еще и, сука, блядь, не отдельно персонажей и фон, а, сука, вместе? Я сто пудов уверен, что подобный подход скосил бы работу где-то наполовину. И да, я понимаю, возможно, тогда бы проект стал бы похожим на что-то по типу визуальной новеллы, но, во-первых, туда можно было бы добавить и всякого рода эффекты по типу параллаксов и всякой подобной залупы, в результате сделать картинку в разы эффектнее, чем она есть сейчас. Во-вторых, сука, это была бы экономия средств, ну, ёб твою мать, ну, типа, я не понимаю, тебе деньги нахуй сливать нравятся, или, типа, у тебя художники это какие-то индийские кодеры, которые просто, блядь, делали какую-то нахуй лишнюю работу, зачем, господи? Сука, ну, блядь, ну, для меня это очевидная херня, что художники твои должны получать непосредственно проект, а не, сука, просто картинки в джипеге, что, сука, в случае, если у тебя не хватает денег на кадры, ну, надо экономить, сука, на кадрах, почему бы не повторять какие-то, блядь, кадры? Сука, блядь, просто, сука, экономя на количестве кадров, можно было бы не экономить на их качестве, можно было бы сделать нормальную, сука, картинку, а не вырвиглазное говно, блядь, что было бы только лучше для проекта. Маленькие частички того, что же стало в Мильдерне, будут потихоньку в каждом эпизоде раскрываться. О, это ты, блядь, ты заебёшься пили свой вархон, по чуть-чуть раскрывать. Ты это придумываешь на ходу. Я не заебусь. Однако, всё это дело раскроется полностью только после того, как на сцену уже выйдет Абигейл. Эбигей, 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 эбигей. А, это сестра Ирани, что ли, какая-то такая? Та самая вещь, что там. Ну, ты заебёшься это просто всё лепить. Дело в том, что у тебя первый эпизод вышел там в четыре, в пять сотен этих самых кадров, и вот второй эпизод, как ты просто можешь это давать, я не представляю. Пять сотен. Я сейчас тебе точно скажу, сколько было кадров. Сейчас. Папку я сохранил. Даже если ты будешь лепить маленькие кадры, ты просто заебёшься идти к этим моментам, к этим отсылкам, к этим пасхалкам, чтобы потом зритель всё это понял. Не заебулся. Ты заебёшься, куда ты денешься, ты увидишь. Ты вот этот рейд уже делаешь года два, наверное, да, или три сколько? Ну да, ты выпустил там, да, вот этот, к этому шёл ты сколько? Полтора часа. И то, там у тебя дыр сюжетный. Общая, тихо, тихо. Общая численность кадров 704. Вот, видишь, 704 кадра. Получается, что у тебя отдельный 25-минутный эпизод будет, ну, примерно кадров 250-300. Правильно? Ну, как-то. Ну, ориентировочно. Это может варьироваться от количества сцен. Вот. Ну да. И это с тем учётом, что аниматор возьмётся за экшн-сцены. О, аниматор возьмётся. Я же говорю, вы вообще охуеете это всё рисовать, потому что это нужно, во-первых, нарисовать, заскетчить, это нужно залайнить, нужно раз закрасить. Каждый кадр, да. Вы охуеете. Значит, это будет ещё больше кадров. Это у тебя 700 кадров будет уходить на 25-минутную сцену. Это с анимацией, со всей хуйней. Что это будет больше 200 тысяч, по-моему, даже, блядь, если так. Вот. То есть, как бы... 500 тысяч. Во всяком случае, с этой идеей согласились все. С идеей согласились, понятно, да, вы её реализовывали. Как-то будете реализовывать. Понимаешь? У вас даже скетчи настолько сырые, что они с коленки сделаны. Вот. Я понимаю, это наброски. То есть, вы, в принципе, правильно делаете. Набросок слепил, показал, всё. Ну, вы детализировать это заебётесь. Красить, шейдить и потом слепливать опять. Вы охуеетесь. Стоп, стоп, стоп. Я тебе вот как объясню. По какому принципу уже будет делаться кадр? Набросок, лайн, детализация, покраска и шейд. Ну. И вот так из кадра в кадр, так? Да. Ну. Фаза в кадре сколько? Секунда. Какой вы хронометраж? Какую анимацию берёте? Сколько кадров в секунду? Это всё от ситуации зависит. Ну как это от ситуации? Вы должны соблюдать принципы анимации. Сколько у вас кадров будет в секунде? Придерживайтесь какого-то. 8, 9, 12 кадров. Сколько? Не, погоди. Если ты говоришь конкретно про экшн-сцены, то, блин, не знаю, попробуем хотя бы, не знаю, в кадров 14 уложиться. В кадров 14 секунд. Да сколько у вас длится экшн-сцена? Ну, блядь. Мы ещё пока не одной. Вот теперь чистой. Мы ещё пока даже наоборот не сделали. Вот теперь чистой. Мы ещё не одной экшн-сцены пока что не сделали. Чё спрашиваешь-то? Нет, ну я тебя спрашиваю. Я тебя просто сейчас чистую арифметику толкаю, понимаешь? Слушай, с арифметикой у меня были всегда проблемы. Так что не надо мне про арифметику. Как раз надо, потому что в этом сейчас, как у меня начальник говорит, и я привык это говорить, дьявол кроется в деталях, понимаешь? Дьявол кроется в деталях. Вот, допустим, у вас 14 кадров в секунду. Ну, боевая сцена, допустим, будет длиться, ну, секунд, допустим, 15-20, да? Так, умножаем на 20 секунд, возьмём. Это уже 280 кадров. Справимся. Ага, справитесь, справитесь. Ты сейчас так говоришь, а потом будет ещё. Справитесь, а теперь смотри, у вас эпизод будет длиться 25 минут. Умножь вот это вот всё хотя бы на 3-4 по количеству кадров, да? Это у вас только 15 секунд. 20 секунд у вас, 280 кадров уже 20 секунд. А ролик у вас длится 25 минут. Вот считай. С арифметикой на него проблемы. Управа арифметику как раз-то и встанет. Понимаешь? Да ничего, чем встанет, господи, блядь. Если я за два года работать не встал и даже, блин, не растерял запал, то ещё, ещё это уже сейчас поставить должно. Ну, посмотрим, как выпустишь, посмотрим. Ну, ладно, ладно, не веришь, хорошо, ладно. Не веришь в математики, посмотрим действительно. Вот как бы, да. Посмотрим, вы решите всё это лепить, детализировать. Так потом не оправдывайся. Да, потом не оправдывайся, что тебе денег не хватает, времени не хватает и всё остальное. Слушай, я тебе сейчас просто тупо посчитал, сколько у вас выйдет. Деньги, это моя сейчас единственная проблема, если что. Ну, она у тебя будет и останется главной проблемой, потому что вы себе тут такого наворотили. Я же говорю, у вас одна анимация встанет. Вы поднимаете планку выше, то есть вам нужно больше денег, больше качества, то есть вы уже поднимаете планку. То есть вот, опять же, больше ресурсов. У вас получается ещё первый, ну как, первый старт, ваш первый рейт, он ещё толком даже особо не оправдался. Всё, он только продолжает свою раскрутку, повествование и всё остальное. А вы уже себе и анимацию ставите, и всё остальное. Вы себе уже планку подняли, правильно Дракула говорит. Вы охуеете просто. Ну блин, вы же даже это, блядь. Скорее всего, тот короткий видос анимации, только мы не видели. Да почему это? Видели, там полторы минуты, по-моему, идёт. И причём анимация, у тебя вот первые 30 секунд, даже целую минуту Иры не стоит, у неё просто фазово двигаются волосы. Причём на ветру они так не двигаются. Погоди, стоп-стоп. А то, что было после как раз... А после вот этот разбег, вот этот ракурс, включение, отпрыг от стены, бросание ножа, перелом там кого-то там со мной. Я видел эти скетчи. Я видел, это сын. Ну и что, что, что ты мне хочешь сказать? 280 кадров, 20 секунд, блядь. Чё ты хочешь? 280 кадров. Ну хорошо, допустим, фазовкой вы собьёте себе ещё 80 кадров. Ну 200 кадров, хорошо. Ну чё дальше? Тебе ещё от шейд и отлайнить надо как минимум каждый кадр. От шейд и отлайнить, то есть уграмотно слепить, блядь. Ты хереешь там. А если рисовка будет разной, ты представляешь, как это будет выглядеть сумбурно, блин, вот это вот, если шейд будет не одинаковый в каждом кадре, то есть это будет такая гамма, цветомузыка, блин. Подобное будет актуально, если дело в каком-то ночном клубе. Ну какая разница? У тебя ж не весь будет в ночном клубе, представляете? В ночном клубе там вообще хереете? Если в обычной фазовой сцене, допустим, свет, он из одного источника идёт, да, то в клубе, это же, блядь, это же светомузыка, там свет с разных углов, вы заедётесь красный. Я же говорю, ты зря вот сейчас так аспектически относишься к этому. А чего ты взял, что будем красить мы, когда займётся, это, человека, который у меня как бы под спецэффектом? Да неважно, кто это займётся, я тебе говорю, это громоздкая работа, это очень громоздкая работа, понимаешь? Я тебе говорю, как художник, ты сейчас со своей колоколью мне договоришь, а я тебе говорю, как... И ты сейчас кого-то не стоишь, ну вы не справитесь, не берегитесь. Нет, я тебе говорю, что потом не жалуйся, что очень долго, что у вас не хватает денег и всё остальное, я тебе просто говорю, что это очень тяжёлая работа, если вы хотите выпить... Ну как бы да, что у тебя уже возникнут проблемы, ты делаешь то, что мы там хотим походить. Вы справитесь, во-первых, вы справитесь, то есть с твоим вот этим задором вы справитесь, но вы просто должны будете это делать очень долго, дольше, чем первый рейк. Я перна тебе, погоди, я перна тебе, а почему вы делаете вид, будто вы не знаете, на что я иду? Да, блядь. Я прекрасно знаю, на что я иду, я знаю, что завтра будет больше. Я тебе говорю, что потом не жалуйся, и очень часто любишь жаловаться. Да, потом не оправдывайся, что нету там то-то, а этого не было, вот как вот с этим, ты вот уже говоришь, что к этому не надо придираться, да, я знаю, это я... То, что, допустим, на первый рейд не хватало, это, в принципе, понятно, потому что многие не знали, чего ожидать в общем. Тогда и, в принципе, донатили, ну, не так активно, как донатить сейчас. Потому что если только за один месяц 30 косарей набрали, это уже о чем-то говорит. Ну, то, что вы 30 косарей за один месяц набрали, вы, блин, неважно, сколько вы соберете, вы сделаете это все-таки качественно, потому что анимация, это тебе не хухры-мухры, это тебе не фазово кадры менять. Насколько появился художный детализатор, не волнуйтесь, будет вам и нормальный фон. И вообще, это же, и даже планировал насчет ракурсов. Я думал, там, скажем так, походить по улице, там, с друзьями, там, заставить, кстати, во всякие позы, это так, как пофоткать. И говорю, вот, давайте... У него машины пофоткать, чтобы, блин, колеса были. Я хотел себе скинуть фотку машины. Это, кстати, тоже хорошая идея. Это тоже хорошая идея. Хочешь хорошую идею 3D какой-нибудь редактор и модели городов, машин и прочее? Вот тебе идея, я работаю вот в этом DAS Studio и Poser Pro, у меня этих моделей дохерища, блин. Серьезно, я бы мог тебя, блядь, выслать, нахуй. Или просто хотя бы загуглите машину, возьмите картинку, да, убедите ее. Да, рендер, просто отрендери в 3D программе, в ракурсы машины, блин, и вот... Это я тоже в курсе, это... Где так, так, да? Вот опять тоже вопрос. Ты в курсе, ты все знаешь, но, блядь, где это? У тебя вот к чему, просто серьезно, не запари это. Тем более у вас была анимация, и если вы в анимации что-нибудь запорите, это сразу бросится в глаза, это не по переменных кадрам. Те же это будет сложно. Такую, как Молтер Коммад, который вот Корвус обозревал, вспомни. Во-во-во. Какой именно? Мультик. Молтер Коммад. Вспомни, блин, какая там была, блин, анимация и рисовка в некоторых моментах, это будет, сука, быть то же самое. Запоротая анимация бросается в глаза хуже всего, это сразу видно. Поэтому не запарите это, ребят, вы берете себе большую планку, вы в принципе молодцы, это годная вещь, но, блядь, если вы ее запорите, вы проебете все. Но это ведь еще не все, ведь в рейде есть также и сюжет. Сюжет, в котором полностью похерена трехактовая структура, но это не самое главное. Самые главные вопросы, это где экспозиция? Ребята, я понимаю, многие из вас недовольны, что в первом эпизоде отсутствует экспозиция. Но посудите сами. Хронометраж и так был настолько большой, что если бы мы впихнули туда еще хоть какую-то экспозицию, это бы, во-первых, длилось очень долго, и потом это был бы еще больше производственный ад, потому что оно бы требовало еще кучу денег. Это примерно еще год-полтора, блин инвесторов трясти. Опять же, кстати говоря, начало твоего первого рейда, смотри, можно было сделать немножко по-другому. Можно было сделать какое-то предисловие. Раз уж там этот Вархон всех завоевал, можно было как-то титры пустить и сказать, вот такой-то, такой-то год, траля-ля-ля-ля, всех завоевали и поддерживают этот элитарный режим. Как в Звездных войнах вот такая вот. Как бы да, объяснить людям, что это. А, то есть вот это, что-то вроде титульной энциклопедической информации. Титульных титров, да, вот это вот, хуйня. Титульных титров, да, да, это вот такой прием был в первом Гайвере, когда рассказывают, типа, пришельцы прилетели на Землю, создали беооружие, Гайвер, под контролем, всякую нюхню. Еще где-то. Вот, в Звездных войнах такая херня использовалась, конечно. Ну просто да, а то люди, как бы, ну, которые вот не смотрели это, они так смотрят, ну, как бы, если они вот не знакомы с твоим творчеством, они смотрят, блядь, кто такие вархонцы, что вообще, и они во все это вникают, блядь, и только к концу, блин, этого мультика, они понимают, что это такое, это так же не должно быть. Просто человек слишком много времени тратит на лишнее осмысление, хотя ты мог бы своему зрителю немножко упростить задачу, это сделало бы понимание твоего, вот этой твоей картины, твоего шедевра, то есть как бы сделало бы его намного проще. Ну, в принципе, окей, однако вы, я уже знаю, что наверняка вы за обновлением следите, и наверняка уже знаете, что я решил, что будет лицо, которое будет как, я видел. Ну да, да, ну почему мы, она почему-то, когда ты показал это лицо, всегда вот сразу вот у меня перед глазами вот этот вот человек-тень из принцессы и лягушка, вот этот вот тип, блядь, вот я не знаю почему, вот сразу вот показался он, и почему-то такой вот, знаешь, параллель с этим, вот мультик, который ты еще назвал, Тайна Коко, что ли? В интервью, как он там, Тайна Коко, да, 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 вот жена. Да, Тайна Коко еще какой-то был до этого, там, ну вот это вот стилистика, да. Да, напоминает черепа вот Тайны Коко, вот эти, говорят, чисто тут... Дима, Дима, Дима. Во-первых, Штудоумен из «Принцессы и лягушки», он такой же абсолютно чистый прообраз с местного, в принципе, реального божества на Гаити и Ямайке, барон Суббота. Ну да, я как бы знаю, откуда он слизан, я же читал, откуда брались персонажи, откуда вдохновлялись авторы, я знаю это. Я тебе просто говорю просто отсылку к конкретным персонажам, которые у меня возникли в голове. А вот, погоди, а вот насчет Тайны Коко, да, у них там действительно есть раскраска этих самых черепов, но к Вуду оно, в принципе, вообще никак не относится, потому что в Мексике, когда они празднуют там свой Мексиканский День Мертвых, у них там никакого Вуду нет. Нет, ну я тебе не говорю, что конкретно это было отсылку, я тебе просто говорю два образа, которые у меня возникли в голове. Вот этот тип Человек-Тени вот именно относился к Вуду и вот этой вот всей ерунде, а раскраска вот чисто напомнила Тайну Коку, и все. Я тебе вот просто говорю, какие мне два образа выскочили в голове, когда я увидел этого персонажа. Вот, и кстати... Просто у меня еще вопрос такой, он у тебя только в начале появляется, или он будет появляться еще в каких-то вещах, ну как бы дальше по рассказу, то есть будут какие-то вставки с ним, или это только в начале будет, как бы так рассказывать? Третье слове и послесловие. А-а-а. Но если ты... Чем-то меня напомнила Берсерка. Появится... Ну, если ты думаешь, появится ли Леди Мираж как действующее лицо, ну вообще-то как бы да. Потому что Эбигейл, наверное, помнят все. Ну это да. Так вот, Мираж, она для Эбигейл... Не обращайте внимания, ребят. Там просто это самое... Кстати, в Даркнесс 2 играл вот игру? Нет. Нет, не играл в Даркнесс 2? Там просто, смотри, есть такая тема, как бы персонаж, главный герой, то есть он разбавляет саму игру, как бы само повествование какими-то своими вставками. Он рассказывает какую-то историю из своей жизни, да, и... То есть, ну, какую-то такую тему. И потом идет вот новая игровая глава, и это как-то связано с тем, что он вот это самое рассказывал, то есть какие-то темы, то есть они буквально не связаны. А, погоди, погоди, погоди. Может, не Даркнесс, а Даркнесс? Ну, Даркнесс, да, Даркнесс я имею в виду. Длинноволосый такой мужик. Да, да. Да, играл. Ну вот, вот. Просто похоже чем-то тоже вот, что типа рассказывает там эту историю, да, и потом это все показывается, визуализируется там, и эта самая тема такая тоже была. Ну, в принципе, интересный подход, просто вот надо как-то это... Не дожатый. Окей, не дожатый. Что же делать в таком случае, если ты стал фанатом Семена? Ну, задать вопрос о рейде непосредственно Семену не получится, потому что он пошлет тебя просто нахуй. Кто такое вообще выдержка? Это отрывок текста, раскрывающий некоторые детали лора Участка 53, иногда копается в прошлом персонажей, а иногда говорит о геополитике, новостях с фронта и даже сцены с высшей властью. К сожалению, в последнее время я их шибко не пишу, потому что это зависит от настроения. Но, как ни странно, большинство наших подписчиков с экспозицией ознакомились именно с выдержек, так как в первом рейде не хватало хронометража, чтобы раскрыть его подробнее. Чтобы более-менее знать лор, вселенную, экспозицию, Участка 53, выдержки как раз обязательно надо читать. Окей, ты как хороший мальчик решил добраться до этих самых выдержек. Удачи тебе пройти через кучу футфетишных артов, а также охуительнейшие мнения Семена, кстати, касательно масс-шутингов. Насчет замашек его по поводу, не знаю, оружия и всего, да, он им увлекался, он очень разбирался в истории, то есть даже в школе его учительница, выделил целый урок на рассказ о Чеченской войне, он знал мне все. Он много о чем знал всегда, об оружии много знал и рассказывал мне, но немного, потому что я говорила, что мне это неинтересно, я сегодня ничего не пойму. Наверное, только общий вот этот вот термин, то, что все прогнило, все гнилье, вот, то, что все прогнило, это, понимаете, когда у него были эти законы, они же не систематические у него были, вообще большую долю времени, когда вот он со мной общался, он был добр и весел, понимаете? У любого человека бывает усталость от веселья, бывает в законе. Вот он говорил, что там мир гнилой. Мир гнилой, это подразумевалось, например, там, СНГ-миграции в России, это подразумевалось развитием там ЛГБТ-структуры, да, которая поднимается, феминизм, радикальный феминизм. Его это всегда раздражало, и, естественно, в этом всем участвуют люди. И таких людей он называл прогнившими тоже. О, Сёма, да это же опять френдли фаер, как так-то, чувак? Ну окей, допустим, ты таки добрался до этой самой выдержки. Теперь самое главное, не факт то, что это то, что тебе, блядь, нужно, потому что это может быть пост-шутейка о том, как русский солдат захотел выпить молоко, а это оказалось грудное молоко одного из фурей, блядь. Ты вот уже там открыл какие-то кадры с Ирэнни, дальше там взросление, все эти там сцены в душе, комодористское мясо, блядь. Ой, господи, это отдельная тема, слушай. Слушай, это мем уже стал у нас, серьёзно. Мы уже друг с другом общаемся, вот, блядь, вот это хуйня. Спасибо тебе, чувак, большое, слушай. Это охеренно. Ну что, плохая шутка? Это не шутка, это мем, это как фабула, это как, я не знаю, даже стало. Это можно применять ко всему, и к хорошему, и к плохому, блядь. Вот понимаешь, вот оно вот, как, блядь, как тролл фейса, его можно лепить, блядь, где угодно. На что угодно, то есть, да, это как вот пробивное что-то, реально, вот, мем такой. Поэтому, да, конечно, идеально, вот, блядь. Прикольно. Да, мы ржали очень долго над этим делом. Как увидим, какой-нибудь не состыковок, мы уже слышим что-нибудь, вот из этого, опять же, из твоего вот этого интервью, блин, вот это как-то сразу вспоминается, как-то риск и мясо. Мытая, чистая. Как бы. Но это смысл этой шутки, где вы уловили? Мы-то поняли, что эта шутка, она довольно банальная и сортирная, ее понять особо много уманит. Не знаю, не совсем, а с какой мотивацией она, в принципе, сделана? Это глубинный смысл, как в книге. Как бы, да. Например, кто такой вообще Верона? Да это, этот самый, из участка 53 тоже. Нет, это понятно, что он из участка 53. Но по существу он кто? Ну, как бы. Ну, по-моему, да, или как его? Ну, ну, это по исхождению... Испания 11, что-то такое, потому что вот Верона, это само по себе вот это имя, вот это такое. Это недавно плоски вешал. С испанским акцентом что-то такое, по-моему. Да-да, но по факту, и я вас поправлю. Это, в конце концов, главный задира участка. Главный юб, который... Который не каждого может поставить, не каждый может его поставить на место. И, как бы, сценкой он бы, как тебе сказать, новенькую попытался, скажем так, вот смутить, подавить авторитет. А потом она им там отдалась в душе обоим. Я помню, да. Ты писал, там был, да. Первый раз у Ирэнни было именно с ним и с этой самой, с его девчонкой. Там был тройничок. Да, я угадал. Сэндвич такой, не булочки, а одна сосиска, да. Да, я помню. Я просто помню, да, что, получается, до вот этого, до Крайта, у него, получается, было это дело. Ну, там, как бы, политика свободных отношений, поэтому... Ну, окей. Допустим, ты добрался до тех самых выдержек. Ты узнал, что, например, родная планета Вархона... Вархон же он называется, блядь, я ничего не путаю. Ну, в общем, их родная планета, этих самых инопланетян, она, как бы, заселена рукотворными существами, которых создали боги. Все эти существа, по сути, бессмертны. И, по сути, самым главным у них государством является Стигия. Кстати, респект. Я тоже люблю Конона Варвара. Почему они нацисты, почему вархонцы так похожи на нацистов? Ребята, они, по факту, так-то не нацисты. Я просто решил оставить эстетику, чтобы подчеркивать тоталитарный режим. И, учитывая... Смотрите, в чем прикол. Прямой аналог немцев это Стигийцы. Ну, некоторые недалекие их еще рептилоидами называют, хотя, на самом деле, они нифига не рептилии. Очень странно, что они у тебя не рептилоиды, если они, по сути, блять, выглядят как вараны, блять, это во-первых. Во-вторых, они являются очевидной прямой отсылкой к Роберту Говарду. Типа, Стигию построили змеи-люди. Но ладно, потом ты идешь выше и читаешь, например, о захвате непосредственно Фурей, этими самыми вархонцами. То, как они, по сути, вырезали больше половины населения Фурей. Одной из причин при этом было то, что они слишком похотливые, при этом, как впоследствии из будущих выдержек будет понятно, что, по сути, все вышепоставленные женщины у местного вархонского генсека получили свои места через постель. Но, знаете, самое главное, это то, что Гитлер не понял идею вархона, и единственное, что он правильно делал, это убивал геев. Это довольно, на самом деле, иронично, что подобные темы прям постоянно имеют место быть у Семена. Дело в том, что если вы найдете старый аккаунт на Одноклассниках Семена, и зайдете немножечко дальше дат, которые являются, скажем так, первыми у него на странице ВК, то вы увидите довольно интересные посты. Ну ладно, ну ладно, ладно, знаете, что первым делом сделало абсолютно тоталитарное государство, которое захватило, ну, страну этих самых Фурей. Естественно, не организовало трудовые лагеря, нет, оно организовало Нижний и Верхний город. И в Нижний город спихнуло всех бандитов, мафию там. Короче, тупо стало создавать фавелы, блядь. Зачем? Нахуя? Ладно. Но это ведь еще не конец, ведь вархонцы, когда еще только захватили Фурей, они стали делать из них одежду и сумочки. Они, скорее всего, не то, что нацисты. Вот смотрите, как один из моих инвесторов очень хорошо подчеркнул. У них 90% социализма и 10% фашизма. У вархонцев 90% социализма и 10% в принципе фашизма. И все это склоняется конкретно к жестким законам. Мне на самом деле интересно узнать картину мира Семена в том плане, что почему в таком случае коллаборационизм это хорошо. И да, а чего это вдруг полная фанатизма офицер полиции должна проявлять сочувствие к сопротивлению? Особенно на том фоне, что эти так называемые борцы за свободу натуральные террористы, которые отрезают головы детям, свяжут стариков, насилуют женщин, только за отказ присоединиться к ним в их псевдо-священную борьбу. Это одну дневновинку. Вархи правят зверянами лет 10. И столько же лет они проводили множество контртеррористических операций, в результате которых многие приколы сопротивления вскрылись. И были даже обнародованы. Без цензуры. В телевизоре и в газетах зверяне видели, что копротивленцы себя представляют. Чего уж там говорить. Если зверяне увидят, что кто-то сопротивление поддерживает, они могут легко устроить линчевание еще до приезда жандармов. А так поддерживать этих бунтарей равноценно тому, если бы какой-нибудь русский еблан ротел за боевиков во время Чеченской войны. Слышь, придурок, погугли Норд-Ост, Бесланы и другие подобные случаи. Может такой ряд аналогий сможет пробиться сквозь свою черепную коротку? Насчет замашек его по поводу, не знаю, оружия и всего. Да, он им увлекался, он очень разбирался в истории. То есть даже в школе учительница выделила целый урок на рассказ о Чеченской войне. Окей, окей, но вот мы постигли истину, но истину ли? По поводу выдержек. Ребята, вот один из вас как бы правильно подметил, что выдержка это просто набросок. То есть в этом плане вы подметили, кстати, правильно. Я просто, допустим, вот пришла идея в голову, я ее записал, и если это, она и того и называется, выдержка, если она будет проверена временем, я ее прочту, и меня не будет от нее рвать, значит она достойна того, чтобы по ней написали полноценный сюжет. Вархон создается с 2016 года, а я сам в Вархон активно вырвался только в 17-18. За два года поменялось достаточно много вещей. Например, изначально планировалось, что вообще участок 53 планировался по вселенной, где будет вообще шесточайший тоталитарный контроль. На текущий момент повествования все происходит несколько иначе. И вместо жесткого тоталитарного режима, где все ходят по струнке и строем, и там за малейшее неповиновение тебя сначала допросят, а потом там и забьют, или оштрафуют, или расстреляют, сейчас все немножечко ушло в сторону того, что власть является не тоталитарной, а авторитарной. То есть все еще жесткое центральное руководство, но при этом люди, которые, ну, фу, пардон, зверяне, которые живут в верхнем городе и вернорежиму, они живут практически как в идеальном социализме. То есть бесплатная социалка, зарплаты, все дела и так далее и тому подобное. И именно из-за того, что с течением времени Влад многие вопросы Вархон переосмыслил или изменил старые концепции, и поймут это только те, кто следил за развитием Вархона в процессе, именно вот из-за таких вот противоречий старых материалов с новыми материалами многим может казаться, что Влад противоречит сам себе, что он забывает то, что писал раньше и все такое прочее. Творчество Влада сейчас чем-то похоже на Escape from Tarkov. Алло, служба паркерки Таркор. Тарков. Да, я вас слушаю. Я не могу перепрыгнуть, ебучий поребрик. А кто говорит? Говори свой адрес, сука. Причем здесь мой адрес? Вы когда механику ходьбы пофиксите? Сколько можно объяснять, блядь? Игра находится в стадии разработки, блядь. Не звоните мне. Не звоните мне сюда больше никогда, блядь. Долбоебы. Он меня долбоебом назвал. Не может быть. Когда патч? Иди нахуй со своим патчем, катчем. Я вообще таких слов не знаю, блядь. Я говорю сюда макароны. Когда патч выпустишь? Каждый день. Доебали со своими телефонами, катчеры, пратчеры, блядь. Прачники, ебаные. Идите нахуй. Хорошо, ребята, хорошо. Давайте, знаете что, вы, как-нибудь, по копеечке откладываете. Если вам что-то, допустим, не понравится по детализации, говорят, на, сука, исправляй. Ага, сейчас. Чтобы мы тебе платили за то, чтобы ты исправил то, что сделал сам, за твое детище. Чувак, это твоя ответственность. Мы тебе сейчас просто говорим это все, чтобы ты дальше таких ошибок не совершал, и чтобы ты знал, на что ты идешь действительно. Как бы, да, делал ты твое, блядь, хочешь делать дальше, как тебе угодно, мне похер. Ты хочешь, чтобы мы тебе потом платили за то, чтобы ты исправлял свои ошибки? Ты прикалываешься, что ли? Это то же самое, как ты мне говорил, приезжай ко мне, набей мне морду, блядь. Вот поплюсь, я, блядь, по Владивосток, пиздить тебе рожду. Инвесторы, блядь. Да, вот делать мне вот нехуй, да, ехать из Краснодара во Владивосток, чтобы просто напиздить себе рожду. Тратить деньги, главное, да, потратить кучу денег туда-обратно. Идеально просто. Ну, ты помнишь, да, ты помнишь эту херню? Влад. Влад. Я знаю, что ты помнишь, у меня есть переписка, блядь. Погоди. Ой, сука, пиздец. Погоди, говори. Ну, на понт решил взять, что дальше? Можешь частенько мне его напоминать? Да, я тебе всегда буду его напоминать, ни хера себе. Ты же любишь языком чесать, а потом говорить, что на понт взял и все остальное. Я-то люблю спрашивать, я-то вырос в таких условиях. Но все мы прекрасно понимаем, что единственная объективная, правильная критика поступила от одного любителя Allod of Online. Остальные персонажи Учатка 53 довольно-таки простые и могут показаться шаблонными для тех, кто смотрит много фильмов на тему полиции и криминала. Зато они соответствуют занимаемым местам и справляются со своими ролями.